Часть четвёртая, глава первая. Уормулд отпер дверь. Уличный фонарь напротив неясно освещал пылесосы, стоявшие вокруг, как могильные памятники. Он двинулся к лестнице. Беатриса прошептала. «Стойте, стойте! Мне кажется, я слышу». Это были первые слова, произнесённые после того, как они закрыли за собой дверь квартиры доктора Гассельбахера. «В чём дело?» Она протянула руку и схватила с прилавка какой-то металлический предмет. Держа его как дубинку, она сказала «Я боюсь». «Наверное, куда меньше, чем я», — подумал он. Оказывается, можно написать о человеке, а он вдруг возьмёт и оживёт. И как он будет жить? Интересно, узнал Шекспира о смерти Донкана где-нибудь в таверне или сначала кончил Макбета? А потом услышал стук в дверь своей спальни. Уормулд стоял посреди магазина и тихонько напевал, чтобы себя подбодрить. Они твердят, что круг — это круг, и моё безрассудство их просто бесит. «Тише», — сказала Беатриса. «Наверху кто-то ходит». Ему казалось, что он боится только своих вымышленных героев, а не живого человека, у которого скрипят под ногами половицы. Он взбежал наверх, но дорогу ему преградила какая-то тень. Ему хотелось закричать и покончить со всеми своими выдуманными агентами разом, и с Терресой, и с механиком, и с профессором, и с инженером. «Почему-то так поздно», — послышался голос Милли. «Это была всего-навсего Милли. Она стояла в коридоре между своей комнатой и уборной». «Мы гуляли». «Ты опять её привёл?» — спросила Милли. «Зачем?» Беатриса крадучи споднялась по лестнице, держа импровизированную дубинку на готове. «Руди спит?» «По-моему, нет». Беатриса сказала, «Если есть какие-нибудь новости, он вас ждёт». «Ну, раз выдуманные люди были настолько живыми, что могли умереть, их уж во всяком случае хватит на то, чтобы послать радиограмму». Он открыл дверь в кабинет. Руди зашевелился. «Есть новости, Руди?» «Нет». Милли сказала, «Вы прозевали самое интересное». «Интересное?» «Полиция носилась как оглашенная. Вы бы послушали, как ревела сирена. Я думала, что это революция, и позвонила капитану Сигуре». «Ну и что он сказал?» «Кто-то хотел кого-то убить, когда тот выходил из Министерства внутренних дел. Наверное, думал, что это министр, но это был совсем не министр. Выстрелил из окна машины, и был таков». «А кто это был?» «Его ещё не поймали». «Да нет, кто был тот, в кого стреляли?» «Какой-то тип, но он похож на министра». «Где ты ужинал?» «В Виктории». «Фаршированного Амаройо?» «Да». «Я ужасно рада, что ты не похож на президента. Капитан Сигура говорит, что бедный господин Сифуэнтос так перепугался, что намочил штаны, а потом напился в загородном клубе». «Сифуэнтос?» «Да, ты его знаешь, инженер». «В него стреляли?» «Ну да по ошибке». «Давайте сядем», — сказала Беатриса. Она говорила за них обоих. «Он предложил в столовой?» «Я не хочу сидеть на жёстком стуле. Мне надо что-нибудь мягкое. Может, мне захочется поплакать». «Ну что ж, если вас не смущает, что это спальня», — предложил он неуверенно, поглядывая на Милле. «Вы знакомы с господином Сифуэнтосом?» — сочувственно спросила Милле у Беатрисы. «Нет, я только знаю, что у него брошка». «Брошка?» «Брошка? Какая брошка?» «Ваш отец говорил, что здесь так называют бельмо на глазу». «Это он вам сказал?» «Бедный папа, он всегда всё путает». «Послушай, Милле, а не лечь ли тебе спать? Нам с Беатрисой надо ещё поработать». «Поработать?» «Ну да, поработать. Но сейчас уже поздно работать. Он платит мне сверхурочное», — сказала Беатриса. «А что вы делаете? «Учите всё насчёт пылесосов?» — спросила Милле. «То, что вы держите в руке, называется пульверизатором». «Да, я схватила его на тот случай, если бы мне пришлось кого-нибудь стукнуть». «Не подойдёт», — сказала Милле. «У него выдвижная труба». «Ну и что из этого?» «Она может выдвинуться не туда, куда надо». «Прошу тебя, Милле», — сказал Ормолд. «Уже скоро два. Не волнуйся, я иду». «И помолюсь за господина Сифуэнтеса. Это совсем не шутка, когда в тебя стреляют». «Пуля пробила насквозь кирпичную стену. Подумай, что она могла бы сделать с бедным господином Сифуэнтесом». «Помолитесь, пожалуйста, я человеке по имени Рауль», — сказала Беатриса. «В него они попали». Ормолд лёг плашня на кровать и закрыл глаза. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Ровно ничего. Это случайное совпадение, иначе не может быть». «Они показывают копти, эти кто бы там они ни были». «Но почему?» «Шпионаж — опасная профессия». «Но ведь на самом деле Сифуэнтес не был...» «Я хочу сказать, он не такая уж важная птица». «Зато им очень важно строительство варианта. У ваших агентов провалы просто входят в привычку». «Интересно, почему?» «Не предупредить ли вам пока не поздно профессора Санчеса и эту девушку?» «Какую девушку?» «Голую танцовщицу». «Но как это сделать?» «Не мог же он ей объяснить, что у него нет агентов, что он ни разу не видел ни Сифуэндеса, ни профессора Санчеса, что ни Террессы, ни Рауля никогда не существовало на свете. Рауль ожил только для того, чтобы его убили». «Как Милли назвала эту штуку?» «Пульверизатор». «Где-то я видела что-то похожее». «Наверняка они есть у большинства пылесосов». Он взял пульверизатор у нее из рук. Он не мог припомнить, был ли пульверизатор на тех чертежах, которые он послал к Гаторну. «Что мне теперь делать, Беатриса?» «По-моему, вашим людям лучше на время притаиться. Не здесь, конечно. У нас и так слишком тесно, да и небезопасно. А ваш главный механик, он не мог бы как-нибудь тайком взять их к себе на борт. Он в море на пути в Сиен-Фуэгас. Впрочем, он, наверное, тоже провалился, сказала она задумчиво, не понимая, почему они дали нам вернуться домой. То есть как это «дали»? Им ничего не стоило застрелить нас на улице. А может, нас оставили как приманку? Но если рыба не клюет, приманку выбрасывают. В вас есть что-то зловещее. Ничуть, мы с вами просто живем в мире, устроенном по Boys on Paper. И можете считать, что вам повезло. Почему? Могло ведь быть и по Санди Миррор. Санди Миррор — английская воскресная газета, где основное место занимает хроника уголовных преступлений. Современный мир подражает образцам, взятым из газет и журналов. Мой муж целиком вышел из «Энкаунтера», английский буржуазный литературно-критический журнал. Нам надо решить, какую газету взяли за образец они. Они? Давайте предположим, что они сделаны по модели и все того же Boys on Paper. Чья это агентура? Русская, немецкая, американская или чья-нибудь еще? Очень возможно, что кубинская. Ведь эти бетонные площадки строит правительство, правда? Бедный Рауль. Надеюсь, он сразу умер. Ему хотелось ей все рассказать. Но что все? Он уже и сам не знал. Рауля убили. Так сказал Гассельбахер. Начнем с Шанхая, сказала она. Он открыт. Второе представление еще не кончилось. Если только полиция нас не опередила. Они не прибегали к помощи полиции, чтобы разделаться с Сифуэндесом. Ну да, он слишком заметная фигура. Когда убиваешь, надо избегать скандала. Забавная мысль. Беатриса погасила ночник и подошла к окну. Она спросила, у вас нет черного хода? Нет. Придется устроить, сказала она небрежно, словно сама была архитектором. А вы знаете негра, который хромает? Это, наверное, Джо. Что-то он слишком уж медленно ковыляет. Джо продает порнографические открытки, идет домой, вот и все. Да, Хромова не послали бы за вами следить. Но он может быть их связным. Все равно придется рискнуть. Сегодня ночью они явно устраивают облаву. Но женщины детей спасают в первую очередь. Профессор может обождать. Но я ни разу не видел Тересу в театре. Она там, наверное, под каким-нибудь другим именем. Вы же ее узнаете, даже раздетую. Хотя раздетыми, пожалуй, нас так же трудно различить, как японцев. По-моему, вам не стоит туда ходить. Придется. Если одного из нас задержат, другой попытается улизнуть. Я не о том. Меня смущает Шанхай. Это ведь не совсем похоже на бой с оун пейпер. И брак тоже на это не похож, даже если у вас муж из ЮНЕСКО. Шанхай помещался в узеньком переулке, который выходил на улицу Занха и был отгорожен барьером, выступавшим далеко на мостовую. Большой плакат рекламировал живые картины, а билеты, неизвестно почему, продавались снаружи, на тротуаре. Может быть, потому что внутри не было места для кассы, так как ФОЭ занимал порнографический книжный киоск для тех, кто жаждал развлечений и во время антракта. Сутенеры на улице с удивлением их разглядывали. Европейские женщины были здесь редкостью. «Вот где тебя одолевает тоска по родине», — сказала Беатриса. Все билеты стоили одинаково, одно песо 25 сентава, и в большом зале оставалось немного пустых мест. Билетер, который проводил их на место, предложил Уормалду пачку порнографических открыток за одно песо. Когда Уормалд отказался, он вынул из кармана другой набор открыток. «Купите, ведь вам хочется», — сказала Беатриса. «Если я вас смущаю, я отвернусь и буду смотреть на сцену». «Там почти то же самое, что на открытках, никакой разницы», — сказал Уормалд. Служитель спросил, не желает ли дама сигарету с маригуанной. «Нет, спасибо», — ответила Беатриса, забыв, на каком языке здесь надо разговаривать. По обе стороны сцены висели объявления. В них рекламировались соседние притоны с красивыми девушками. Объявление, написанное по-испански и не очень грамотно по-английски, запрещало зрителям слишком ретиво приставать к танцовщицам. «Которая из них Тереса?» — спросила Беатриса. «По-моему, та, толстая в маске», — наугад сказал Уормалд. «Толстуха как раз уходила со сцены, колыхнув своими крупными голыми ягодицами, а зрители хлопали и свистели. Потом потушили свет и опустили экран, начали показывать фильм, поначалу довольно приличный. Там были велосипедист, какой-то лесистый пейзаж, лопнувшие шины, случайная встреча, господин, приподнимающий соломенное канатье, пленка рябила белыми искрами и была мотной. Беатриса молчала. Глядя вдвоем на эту грубую схему любви, они вдруг почувствовали странную близость. Такие же движения означали когда-то для них обоев самое главное в жизни. «Похоть и любовь проявляются одинаково. Страсть не терпит подделки, не то что чувства». Зажгли свет, они сидели молча. «У меня во рту пересохло», — сказал Уормалд. «И у меня совсем слюны не осталось. А нельзя сразу пойти за кулисы и поговорить с Терресой. После этого должен быть еще фильм, а потом снова выступят танцовщицы. Меня, пожалуй, не хватит еще на один фильм», — сказала Беатриса. «Нас не пустят за кулисы, пока не кончится представление. Но мы ведь можем подождать на улице. По крайней мере, узнаем, ходят ли за нами шпики». Они вышли, как только начали показывать второй фильм. Кроме них никто не поднялся с места, поэтому, если за ними не была слежка, шпик ждал их на улице. Но среди сутенеров и шоферов такси не было никого чересчур подозрительного. Какой-то человек спал, прислонившись к фонарю. На шее у него висел сбившийся на бок лотерейный номер. Уормалд вспомнил ночь, проведенную с доктором Гассельбахером, ту ночь, когда он нашел новое применение Шекспиру для детей Лэма. Бедный Гассельбахер был тогда очень пьян. Уормалд вспомнил, как доктор, сгорбившись, сидел в вестибюле, когда он спустился из комнаты Гаторна. Он спросил Беатрису, «Скажите, легко разгадать книжный шифр, если вы знаете книгу?» «Специалисту нетрудно», — сказала она. «Для этого нужно только терпение». Она перешла улицу и поправила номер у продавца лотерейных билетов. Он не проснулся. «Неудобно читать наискось», — сказала она. «Где у него был тогда Лэм под мышкой, в кармане или в портфеле?» «И куда он положил книгу, когда помогал доктору Гассельбахеру подняться?» Он ничего не помнил, и это были недостойные подозрения. «Какое странное совпадение», — сказала Беатриса. «Доктор Гассельбахер читает Шекспира для детей в том же самом издании». «Можно было подумать, что в ее специальную подготовку входило чтение мыслей». «Вы видели книгу у него дома?» «Да». «Но он бы ее спрятал», — заспорил Уормолд, — «если бы это что-нибудь означало». «А может, он хотел вас предостеречь?» «Помните, ведь это он нас привел к себе. Он нам сказал о Рауле». «Он не мог знать, что нас встретит. Откуда вам это известно?» «Ему хотелось возразить, что это какое-то безумие, что Рауль не существовало, и Тереса не существовала, но он тут же представил себе, как она соберет вещи и уедет, и все станет похоже на рассказ без развязки». «Публика начинает выходить», — сказала Беатриса. «Они отыскали боковой вход в большую артистическую уборную. Коридор был освещен лампочкой без колпачка, которая явно горела слишком много дней и ночей. Они с трудом протиснулись мимо мусорных ящиков и негра со щеткой, подметавшего куски ваты, перепачканной пудрой, помадой и еще чем-то весьма сомнительным. В воздухе пахло леденцами. «Может быть, тут в конце концов и не окажется никакой Тересы?» Он жалел, что выбрал такую популярную святую. Он толкнул дверь, и перед ними открылось что-то похожее на средневековое изображение ада, полное дыма и голых женщин. Он сказал Беатрисе, «А не пойти ли вам лучше домой? Это вам тут опасно, а не мне». Никто не обратил на них никакого внимания. У толстухи с одного уха свисала маска, она пила вино, положив ногу на стул. Тощая девушка, у которой ребра торчали, как фортепьяные клавиши, натягивала чулки. Колыхали с груди, сгибали спины, и докуренные сигареты дымили в пепельницах. В воздухе висел густой запах сжженной бумаги. На стременке стоял мужчина с отверткой и что-то чинил. «Она здесь?» – спросила Беатриса. «Кажется, нет. Может, больна или ушла с любовником?» Их обдало теплой струей воздуха. Кто-то из женщин надевал платье, пылинки пудры оседали, как пепел после пожара. «Попробуйте окликнуть ее по имени». Он нехотя позвал. «Тереса!» Никто не отозвался. Он крикнул снова, и сверху на него поглядел человек с отверткой. «Что-нибудь случилось?» – спросил он. Уормл сказал по-испански, что ищет девушку по имени Тереса. Человек высказал предположение, что Мария будет ничуть не хуже. Он ткнул отверткой в сторону толстухи. «Что он говорит?» «Он, видно, не знает Тересы». Человек с отверткой уселся на верхнюю ступеньку и стал произносить речь. Он заявил, что Мария – лучшая женщина в Гаване. «Он, она весит сто килограммов в натуральном виде». «Тересы здесь явно нет с облегчением», – сказал Уормлт. «Тереса, Тереса, что вам нужно от Тересы?» «Ну да, что вам от меня нужно?» – спросила худенькая девушка, выступая вперед и вытягивая руку, в которой она все еще держала чулок. «Ее маленькие груди были похожи на груши». «Кто вы такая?» «Я Тереса?» «Беатриса спросила». «Это Тереса?» «Но вы сказали, что она толстая, такая как та с маской?» «Да нет же», – сказал Уормлт. «Это не Тереса. Это сестра Тересы. «Соу» значит «сестра». «Я предупрежу сестру». Он взял худую девушку за руку, отошел с ней в сторону и попытался объяснить ей по-испански, что ей надо соблюдать осторожность. «Кто вы такой?» «Я ничего не понимаю». «Произошла ошибка. Сейчас слишком долго рассказывать. Есть люди, которые могут вас обидеть. Прошу вас, побудьте несколько дней дома. Не ходите в театр». «Но я не могу. Я здесь встречаюсь с моими клиентами». Уормлт вытащил пачку денег. Он сказал «У вас есть родные?» «У меня есть мать. Пойдите к ней. Но она живет в Сиен-Фуэгасе. Тут хватит денег на дорогу в Сиен-Фуэгас. Теперь уже все прислушивались к их разговору». Женщины окружили их плотным кольцом. Человек с отверткой слез со стремянки. Уормлт увидел Беатрису. Она старалась протиснуться поближе и разобрать, о чем идет разговор. Человек с отверткой сказал «Это девушка Педро. Какое право вы имеете ее уводить?» «Надо сперва договориться с Педро». «Я не хочу ехать в Сиен-Фуэгас», сказала девушка. «Там вы будете в безопасности». Она взмолилась, повернувшись к человеку с отверткой. «Он меня запугивает. Не пойму, чего он от меня хочет». Она показала ему пачку Пэса. «Тут слишком много денег». Она призвала в свидетелей женщин. «Я девушка честная». «Золото, железо режет», – торжественно заявила толстуха. «Где твой Педро?» – спросил человек с отверткой. «Он болен. За что этот тип дал мне столько денег? Я честная девушка. Вы знаете, моя цена 15 песо. Я не какая-нибудь мошенница». «Хороша курочка перьями, а мясом еще лучше», – сказала толстуха. «У нее, видно, на все случаи жизни были припасены пословицы». «В чем дело?» – спросила Беатриса. Кто-то прошипел. «Тссс, тссс». «Это был негр, подметавший коридор. Он сказал… «Полиция!» «Ах ты, дьявол», – сказал Уорнольд. «Все пропало. Надо хотя бы вас вызволить». Никто, казалось, не был встревожен. Толстуха допила свое вино и надела трусики. Девушка, которую звали Терессой, натянула второй чулок. — Обо мне не беспокоитесь, — сказала Беатриса. — Попытайтесь ее как-нибудь отсюда сплавить. — А что нужно полиции? — спросил Уормолд у человека на стремянке. — Девочки, — сказал тот цинично. — Я хочу увезти вот эту, — сказал Уормолд. — Есть тут какой-нибудь черный ход? — Когда речь идет о полиции, черный ход всегда найдется. — Где? — А50 песо. Не пожалеете? — Нет. — Дайте вон тому. Эй, Мигель, — подозвал он негра, — скажи им, чтобы минутки натрия не ослепли. Ну, кто желает угоститься свободой? — Я предпочитаю полицейский участок, — заявила Толстуха. — Но для этого надо одеться поприличнее. Она натянула лифчик. — Пойдемте со мной, — сказал Уормолд Тереси. — С чего это я с вами пойду? — Вы не понимаете, они ведь пришли за вами. — Сомневаюсь, — сказал человек с отверткой. — Она чересчур худая. — Но вы поторопитесь, 50 песо надолго не хватит. — Нате, возьмите мое пальто, — сказала Беатриса. Она накинула его на плечи девушки, на которой, правда, теперь уже было два чулка, но больше ничего. Девушка сказала, — Но я хочу остаться. Мужчина шлепнул ее по заду и подтолкнул к двери. — Ты же взяла деньги, — сказал он, — ступай с ним. Он выпроводил их в тесный, вонючий клозет, а оттуда через окно на улицу. Полицейский, стоявший на страже возле театра, демонстративно смотрел в другую сторону. Один из сутенеров свистнул и ткнул пальцем в машину Уормолда. Девушка сказала снова, — Я хочу остаться. Но Беатриса толкнула ее на заднее сидение и села рядом с ней. — Я буду кричать, — предупредила девушка и высунулась в окно. — Не будьте дурой, — сказала Беатриса, втаскивая ее обратно в машину. Уормолд включил мотор. Девушка крикнула, но больше из чувства долга. Полицейский отвернулся. Пятьдесят песо, видно, еще действовали. Они свернули направо и поехали по набережной. Ни одна машина их не преследовала. Все прошло очень гладко. Теперь, когда судьба ее была решена, девушка из скромности запахнула пальто и удобно откинулась на подушке. Она сказала, — Какой сильный сквозняк! — Что она говорит? — Жалуется на сквозняк, — сказал Уормолд. — Не очень-то благодарная девица. — А где ее сестра? Уехала с директором почт и телеграфа в Сиан-Фуэгас. Я, конечно, мог бы ее отвезти и туда. К завтраку мы бы добрались. Но как быть смели? И не только смели. Вы забыли о профессоре Санчесе. Ей-богу, этот ваш профессор никуда не денется. Кто бы они ни были, но они не зевают. А почем я знаю, где живет профессор? Я знаю. Я нашла его адрес в списках загородного клуба. Отвезите эту девушку и ждите меня дома. Они выехали на Приморский бульвар. — Сверните отсюда налево, — сказала Беатриса. — Я завезу вас домой. Лучше всем держаться вместе. — Амили. — И ее-то ведь нечего впутывать в это дело. Уормолд нехотя свернул налево. — Куда теперь? — Ведада, — сказала Беатриса. Впереди небоскреба нового города блестели в лунном свете, как сосульки. В небе было отпечатано «Гэ-Гэ», словно монограмма на карманах пижамы Гаторна. Но и эта монограмма не была королевской. Она рекламировала мистера Гилтона. Ветер покачивал машину. Морские брызги перелетали через дорогу и оседали на стекле автомобиля. У знойной ночи был соленый привкус. Уормолд свернул с набережной. Девушка сказала, — слишком жарко. — А что она теперь говорит? — Что ей слишком жарко. — Капризная девица, — сказала Беатриса. — Пожалуй, опустите опять стекло. — А если она заорет, дайте ей по физиономе. Они ехали по новому кварталу Ведада, мимо белоснежных домов богачей. Чем богаче человек, тем меньше в доме этажей. Только миллионер мог построить себе одноэтажную виллу на участке, где уместился бы небоскреб. Когда Беатриса опустила стекло, донесся запах цветов. Она остановила его возле калитки в высокой белой стене. Она сказала, — я вижу свет в патио. Пока все спокойно, идите, я постерегу ваш драгоценный кусочек плоти. Этот Санчес кажется слишком богат для профессора. Ну, не слишком, если все-таки берет у вас деньги, как вы пишете в ваших отчетах. Уормолд сказал, — обождите несколько минут. Не уезжайте. За кого вы меня принимаете? Но вы все-таки поторапливайтесь. Пока что они выбили только одного из трех, если не считать, конечно, прямого попадания. Он толкнул кованую решетчатую калитку. Она не была заперта. Идиотское положение. Как он объяснит свой приход? Вы, мой агент, хотя этого и не подозреваете. Вам грозит опасность. Вы должны спрятаться. Он ведь даже не знал, какие науки преподает этот профессор. Он прошел между двумя пальмами ко второй решетке. За ней виднелся небольшой патио, где горел свет. Тихонько играл патифон, и две высокие фигуры молча вертелись, прижавшись щекой к щеке. Когда он, прихрамывая, шел по дорожке, зазвенел звонок. Танцоры замерли. Один из них двинулся к нему навстречу. Кто там? Профессор Санчес? Да. Они встретились в той части патио, которая была освещена. На профессоре был белый фраг, волосы тоже были белые, небритый подбородок оброс белой щетиной, а в руке он держал пистолет, направленный прямо на Уормолда. Уормолд заметил, что женщина за его спиной очень молоденькая и очень хорошенькая. Она нагнулась и остановила патифон. Извините, что я беспокою вас в такой час, сказал Уормолд. Он понятия не имел с чего начать и чувствовал себя неуютно под наведенным на него долом пистолета. Профессорам незачем носить оружие. Простите, но я что-то не припомню вашего лица. Профессор разговаривал вежливо и целился у Уормолду прямо в живот. Вы и не можете его помнить, если у вас нет пылесоса. — Пылесоса? — Наверное, есть. А что? Это может знать только моя жена. Молодая женщина подошла к ним. Она была в чулках, ее туфли стояли возле патифона, как две мышеловки. — Что ему нужно? — спросила она непривятливо. — Простите, что побеспокоил вас синьора Санчес. — Объясни ему, что я вовсе не синьора Санчес, — сказала молодая женщина. — Он говорит, что имеет какое-то отношение к пылесосам, — сказал профессор. — Как ты думаешь, Мария перед отъездом могла? Но почему он пришел сюда ночью? — Прошу извинить, — сказал профессор, слегка смутившись. — Но это и в самом деле не совсем обычное время. Он чуть-чуть отвел пистолет в сторону. Ночью, как правило, не ждешь посетителей. — Однако вы их как будто ждали. — Ах это! Ну, осторожность никогда не мешает. У меня несколько первоклассных картин Оренуара. — Очень ему нужны твои картины. Его послала Мария. Вы шпион? С яростью накинулась на Ормалда женщина. — В известном смысле — да. Молодая женщина принялась стонать и бить себя кулаками по узким стройным бедрам. Ее браслеты звенели и поблескивали в полудьме. — Ну, не надо, детка, умоляю тебя, не надо. Сейчас все разъяснится. — Она завидует нашему счастью, — сказала молодая женщина. — Сначала подослала к нам кардинала, теперь вот этого. — Вы священник? — спросила она. — Детка, ну какой же он священник? Посмотри, как он одет. — Ты, может, и профессор сравнительной педагогики, — сказала молодая женщина, — но тебя обведет вокруг пальца кто хочет. — Вы священник? — повторила она. — Нет. — А кто же вы? — Если говорить точно, я продаю пылесосы. Но вы сами сказали, что вы шпион. — Ну да, конечно, в известном смысле. Зачем вы сюда пришли? — Предупредить об опасности. Из горла молодой женщины вырвался какой-то странный протяжный вой. — Видишь, — сказала она профессору, — он нам угрожает. Сперва прислала кардинала, теперь этого. Кардинал старался выполнить свой христианский долг, ведь он все-таки двоюродный брат Марии. — Ты его боишься, ты хочешь меня бросить. — Детка, ты же знаешь, что это неправда, — он спросил у Ормолда. — А где Мария сейчас? — Не знаю. — Когда вы видели ее в последний раз? — Но я ее никогда не видел. — Ей-богу, вы как-то странно себе противоречите. — Лживый пес, — сказала молодая женщина. — Это еще не доказано, детка. Он, по-видимому, служит в каком-то агентстве. Нам лучше сесть и спокойно его выслушать. Кто сердится, тот всегда неправ. Он честно выполняет свой долг, чего нельзя сказать о нас с тобой. Профессор повел их обоих в патио. Пистолет он спрятал в карман. Молодая женщина пропустила у Ормолда вперед и замыкала шествие, как сторожевая собака. У Ормолду казалось, что она вот-вот вцепится ему в лодыжку. Он подумал, надо сейчас же им все объяснить, потом у меня уже ничего не выйдет. — Садитесь, — сказал профессор. — А что такое сравнительная педагогика, — подумал у Ормолд. — Хотите чего-нибудь выпить? — Пожалуйста, не беспокойтесь. Вы не пьете при исполнении служебных обязанностей? — Хорошенькая служба, — воскликнула молодая женщина. Ты разговариваешь с ним, так будто он человек. Кому он служит? — Своим презренным хозяевам. Я пришел предупредить вас, что полиция... — Бросьте, бросьте, адюльтер не карается законом, — сказал профессор. Насколько мне известно, его почти никогда не квалифицируют как преступление, если не считать американских колоний в 17 веке и, конечно, Моисеева законы. — Причем тут адюльтер, — сказала молодая женщина. — Она не возражала, когда ты со мной спал. Она не хочет, чтобы ты со мной жил. — Ну, одно редко бывает без другого, если, конечно, не ссылаться на Новый Завет, — сказал профессор. На прелюбодеяние в помыслах. — Выгони этого негодяя, бесчувственное ты существо. Сидим тут и разговариваем, будто давным-давно женаты. Если тебе нравится всю ночь сидеть и разговаривать, почему ты не остался с Марией? — Детка, ведь это тебе захотелось потанцевать перед сном. И ты воображаешь, что это танцы. Но я тебе обещал, что буду брать уроки. Ну да, чтобы там в школе встречаться с девками. Уормалду казалось, что разговор уводит их в сторону. Он сказал с отчаянием. — Они стреляли в инженера Сифуэнтоса. Вам грозит такая же опасность. — Если бы мне нужны были девушки, их сколько угодно в университете. — Они ходят на все мои лекции. Ты-то хорошо это знаешь. Сама халива. Ага, теперь ты меня попрекаешь. Мы отвлекаемся от темы, детка. А нам надо обсудить, что затеяла Мария. Зная тебя, ей надо было отказаться от мучной пищи еще два года назад. Позволила себе недостойный выпад молодая женщина. Тебя ведь интересует только тело. Стыдно в твои годы. — Если ты не хочешь моей любви... — Любовь, любовь! Молодая женщина зашагала по патио. Она рубила воздух рукой, словно четвертовала любовь. Уормалд сказал. — Но вам опасна вовсе не Мария. — Ах ты, лживый пес! — завопила она. — Ты ведь уверял, что никогда ее не видел. — Не видел. — Тогда почему-то зовешь ее Марией! — закричала она и принялась выделывать победные антроша с воображаемым партнером. — Вы, кажется, упомянули господина Сифуэнтеса, молодой человек. В него сегодня стреляли. — Кто? — Точно не могу вам сказать, но все это часть одной и той же операции. — Мне довольно трудно объяснить, но вам на самом деле грозит опасность, профессор Санчес. Это, конечно, ошибка, но полиция устроила налет и на Шанхай. — А какое я имею отношение к Шанхаю? — Ну да, какое! — мелодраматически взвизгнула молодая женщина. — О, мужчины, мужчины! Бедная Мария! Она думала, что ей довольно убрать с дороги одну женщину. Нет, ей придется устроить настоящий погром. — Я никогда не ходил в Шанхай. — Марии лучше знать. Может, ты лунатик и ходишь туда во сне? — Ты же слышал, это ошибка. В конце концов, стреляли ведь в Сифуэнтеса. Марии тут ни при чем. — В Сифуэнтеса? Он сказал Сифуэнтеса? — Ах ты, испанская дубина! Он только раз со мной заговорил, когда ты принимал душ, а ты нанимаешь убийц, чтобы с ним расправиться. — Прошу тебя, детка, подумай, что ты говоришь. Я ведь услышал об этом только сейчас, когда этот господин... — Какой он господин! Он лживый пес! Круг беседы снова замкнулся. — Если он лжет, нам нечего обращать на него внимание. Я уверен, что он клевещет и на Марию. — А, ты ее защищаешь! — Ормолд сказал с отчаянием. Это была его последняя попытка. — Все это не имеет никакого отношения к Марии. Я хочу сказать к сеньоре Санчес. — Позвольте, а причем тут еще и сеньора Санчес? — спросил профессор. — Я думал, что вы думали, что Мария — молодой человек. Вы хотите меня уверить, что Мария затевает что-то и против моей супруги, а не только против этой моей приятельницы. Какая чепуха! До сих пор у Ормолду казалось, что ошибку легко разъяснить. Но теперь он словно потянул заболтавшуюся ниточку и пошло распускаться все вязание. Неужели это и есть сравнительная педагогика? Он сказал. — Я думал оказать вам услугу, хотел вас предупредить. Но кажется, смерть будет для вас самым лучшим выходом. Вы любите загадывать загадки, молодой человек. — Я не молодой человек, а вот вы, профессор, по-видимому, слишком молоды. Он так волновался, что подумал вслух. — Эх, если бы здесь была Беатриса! Профессор поспешно заметил. — Даю тебе честное слово, детка, что я не знаю никакой Беатрисы. Ну, честное слово! Молодая женщина захохотала с яростью тигрицы. — Вы пришли сюда явно для того, чтобы нас поссорить, — сказал профессор. Это была первая высказанная им претензия, если говорить объективно, довольно скромная. — Не понимаю, чего вы добиваетесь, — сказал он. Вошел в дом и захлопнул за собой дверь. — Он чудовище! — воскликнула женщина. — Чудовище! Изверг! Сатир! — Вы не понимаете! Знаю, знаю эту пошлость. Понять значит простить. Но в данном случае это не подойдет. Казалось, теперь она относилась к Ормалду менее враждебно. — Мария, я, Беатриса, я уж не говорю о его бедной женщине, я ничего не имею против его жены. У вас есть пистолет? — Конечно, нет, я ведь пришел сюда для того, чтобы вас спасти. — Пусть стреляют, пусть стреляют ему в живот, — сказала молодая женщина. — И пониже! И она тоже с самым решительным видом вошла в дом. У Ормалду оставалось только уйти. Звонок снова тревожно зазвонил, когда он подходил к калитке. Но в белом домике было тихо. — Я сделал все, что мог, — подумал Ормалд. Профессор хорошо защищен от всякой опасности, а приход полиции, может, будет для него даже кстати. С полицией легче справиться, чем с этой молодой женщиной. Возвращаясь назад сквозь аромат ночных цветов, Ормалд испытывал только одно желание — открыться во всем Беатрисе, рассказать, что он не шпион, а обманщик, что все эти люди не его агенты, и он сам не понимает, что тут творится. — Я запутался. Я боюсь, она-то уж найдет какой-нибудь выход. В конце концов, она прошла специальную подготовку. Но Ормалд знал, что не сможет попросить ее о помощи, ведь это значит отказаться от приданного для Милли. Пусть лучше его убьют, как Рауль. Интересно, выплачивают на этой работе пенсию детям. Но кто такой Рауль? Не успел он дойти до второй калитки, как его окликнула Беатриса. — Джим, берегитесь, не ходите сюда. Даже в эту тревожную минуту он успел подумать. — Меня зовут Ормалд, мистер Уормалд, сеньор Вумель. Никто не зовет меня Джимом. А потом побежал, подскакивая и припадая на одну ногу, туда, откуда слышался ее голос, и вышел на улицу прямо к машине с рупором, к трем полицейским и еще одному пистолету, нацеленному ему в живот. Беатриса стояла на тротуаре. Девушка была с ней рядом и старалась запахнуть на себе пальто, фасон которого не был для этого приспособлен. Что случилось? Не понимаю ни слова. Один из полицейских приказал ему сесть к ним в автомобиль. — А что будет с моей машиной? — Ее пригонят в полицию. Они ощупали его карманы, нет ли у него оружия. Он сказал Беатрисе. — Не знаю, в чем дело, но, кажется, моя звезда закатилась. Офицер заговорил снова. Он хочет, чтобы вы тоже сели с нами. — Скажите, что я останусь с сестрой Тересы. Я им не доверяю. Обе машины бесшумно катились между маленькими домиками миллионеров, стараясь никого не тревожить, словно кругом были больницы. Богатым нужен покой. Ехать было недалеко, какой-то двор захлопнули с ворота, и сразу запах полицейского участка, аммиачный запах всех зверинцев на свете. С выбеленных мелом стен коридора смотрели лица разыскиваемых преступников, похожие на подделки картин старых бородатых мастеров. В конце коридора была комната, где сидел капитан Сигура и играл в шашки. — Уф! — сказал капитан и взял две шашки. Потом он поднял голову. — Мистер Уормолд! — воскликнул он с удивлением, но, заметив Беатрису, вскочил со стула, как маленькая и туго обтянутая зеленая кожей змея. Он бросил взгляд на стоявшую позади нее Тересу. Пальто опять распахнулось, может быть, намеренно. Он сказал, кто это, господи, прости, а потом бросил полицейскому, с которым играл в шашки. — Ходи! — Что все это значит, капитан Сигура? — Вы спрашиваете меня, мистер Уормолд? — Да. — Я хочу, чтобы вы мне это объяснили. Вот уже не ожидал увидеть здесь вас, отца Милли. Мистер Уормолд, нам позвонил нефтопрофессор Санчез и пожаловался, что какой-то неизвестный вломился к нему в дом и ему угрожает. Профессор решил, что этот человек пришел за его картинами. У него очень ценная коллекция. — Я сразу же послал в полицейскую машину, и они почему-то схватили вас, вот эту сеньориту, мы с ней уже встречались, и голую проститутку. И он добавил совсем, как тот полицейский сержант Сантьяго. Ай, как некрасиво, мистер Уормолд. Мы были в Шанхае, и это не очень красиво. Мне надоело выслушивать от полиции, что я поступаю некрасиво. — Зачем вы ходили к профессору Санчезу? — Да тут вышла одна дурацкая история. — Как у вас в машине очутилась голая проститутка? — Мы хотели ее подвезти. — Но она не имеет права разгуливать по улицам, голая. Полицейский перегнулся к нему через стол и что-то шепнул. — А, — сказал Сигура, — теперь понятно. — Сегодня в Шанхае была облава. Девушка, наверное, забыла свое удостоверение и не хотела сидеть до утра в участке. — Она попросила вас? — Нет, все это было не так. — Лучше, если все будет так, мистер Уормолд, — он сказал девушке по-испански. — Где твои бумаги? — У тебя нет бумаг? — Она с негодованием запротестовала. — Нет, есть. — Нагнувшись, она вытащила из чулка какие-то мятые бумажки. Капитан Сигура взял их и посмотрел. Он тяжело вздохнул. — Ах, мистер Уормолд, мистер Уормолд, ее бумаги в полном порядке. Почему вы ездите по городу с голой девушкой? Почему вы врываетесь в дом профессора Санчеса, разговариваете с ним о его жене и угрожаете ему? Что вам до его жены? Девушке он резко приказал. — Ступай. Она призадумалась и стала снимать пальто. — Лучше пусть она его оставит себе, — сказала Беатриса. Капитан Сигура устал и опустился на стул перед шашечницей. — Мистер Уормолд, говорю вам, для вашего же блага. Не связывайтесь с женой профессора Санчеса. Это не такая женщина, с которой можно шутить. — Да я с ней не связывался. — Вы играете в шашки, мистер Уормолд. — Да, но, к сожалению, не очень хорошо. И все же лучше, чем эти скоты, не сомневаюсь. Надо будет нам с вами как-нибудь сразиться. Но игра в шашки требует осторожности, как и жена профессора Санчеса. Он, не глядя, передвинул шашку и сказал, — Сегодня вечером вы были у доктора Гассельбахера. — Да. — Ну разве это разумно, мистер Уормолд? Не поднимая головы, он передвигал по доске шашки, играя сам с собой. — Разумно? Доктор Гассельбахер попал в странную компанию. — Я ничего об этом не знаю. Почему вы послали ему из Сантьяго открытку, где было помечено крестом окно вашей комнаты? — Сколько всякой ерунды вам докладывает капитан Сигора. Я не зря интересуюсь вами, мистер Уормолд. Я не хочу, чтобы вы попали в грязную историю. — Что вам сегодня рассказал доктор Гассельбахер? — Имейте в виду, его телефон подключен. — Он хотел сыграть нам пластинку из Тристана. — А может, рассказать вам об этом? — Капитан Сигора перевернул лицом вверх, лежавшую у него на столе фотографию. Ярко, как всегда, на моментальных снимках берели лица людей, толпившихся вокруг кучей истерзанного металла бывшего когда-то автомобиля. — Или об этом? — Лицо молодого человека, не дрогнувшее даже от ослепительной вспышки магния, пустая коробка от папирос, смятая, как его жизнь, мужские ноги у самого его плеча. — Вы знаете этого человека? — Нет. Капитан Сигора нажал на рычажок, и чей-то голос заговорил по-английски из ящика, стоявшего у него на столе. — Алло, алло, говорит Гассельбахер. У вас кто-нибудь есть, Гассельбахер? — Да, друзья. — Какие друзья? — Если вам необходимо это знать, у меня мистер Уормолд. — Скажите ему, что Рауль погиб. — Погиб? — Но вы обещали. Не всегда можно предотвратить несчастный случай, Гассельбахер. Голос чуть-чуть заикался на гортанных звуках. — Но вы дали мне слово. Машина перевернулась лишний раз. — Вы сказали, что только припугнете его. — Вот мы его и припугнули. Ступайте и скажите ему, что Рауль погиб. Шипение пленки продолжалось еще секунду, потом хлопнула дверь. — И вы все еще утверждаете, что ничего не знали о Рауле? — спросил Сигура. Уормолд поглядел на Беатрису. Она едва заметно помотала головой. Уормолд сказал, даю вам честное слово, Сигура, что до сегодняшнего вечера я даже не знал, что он существует. Сигура переставил шашку. — Честное слово? — Да, честное слово. — Вы, отец Милли, приходится вам верить. Но держитесь подальше от голых женщин и жены профессора Санчеса. Покойной ночи, мистер Уормолд. Покойной ночи. Они почти дошли до двери, когда Сигура сказал им вдогонку. — А мы все-таки сыграем с вами в шашки, мистер Уормолд. Не забудьте. Старый Хилмен ждал их на улице. Уормолд сказал, я отвезу вас к Милли. — А сами вы не поедете домой? Сейчас уже поздно ложиться спать. — Куда вы едете? — Я не могу поехать с вами. Мне хочется, чтобы вы побыли с Милли на всякий случай. Вы видели фотографии? — Нет. Они молчали до самой улицы Лампарилья. Там Беатрица сказала. — Напрасно вы все-таки дали честное слово. Можно было без этого обойтись. — Вы думаете? — Ну, конечно, вы вели себя профессионально. — Простите, я сказала глупость. — Но вы оказались куда профессиональнее, чем я думала. Он отворил входную дверь и посмотрел ей вслед. Она шла мимо пылесосов, как по кладбищу, словно только что кого-то похоронила. Глава вторая. У подъезда дома, в котором жил доктор Гассельбахер, он нажал звонок чьей-то квартиры на втором этаже, где горел свет. Послышалось гудение, и дверь открылась. Лифт стоял внизу, и Уормалт поднялся на тот этаж, где жил доктор. В эту ночь Гассельбахер, верно, тоже не мог заснуть. В щели под дверью был виден свет. Интересно, он один или советуется с голосом, записанным на пленке? Уормалт быстро усваивал правила конспирации и приема своего неправдоподобного ремесла. На площадке было высокое окно, которое выходило на слишком узкий, никому не нужный балкончик. Оттуда у Уормалту был виден свет в окнах доктора, и без труда можно было перемахнуть на соседний балкон. Он перелез, стараясь не глядеть вниз на мостовую. Шторы были неплотно задернуты. Он заглянул в просвет между ними. Доктор Гассельбахер сидел к нему лицом. На нем были старая каска с острым наконечником, который носили в германской императорской армии, нагрудник, высокие сапоги и белые перчатки, старинная форма улана. Глаза у него были закрыты. Казалось, он спал. На боку висела сабля, и он был похож на статиста, наряженного для киносъемки. Уормалт постучал в окно. Доктор Гассельбахер открыл глаза и уставился прямо на него. Гассельбахер! Доктор чуть-чуть пошевелился, может быть, от ужаса. Он хотел было скинуть с головы каску, но ремень под подбородком ему помешал. Это я, Уормалт! Доктор опасливо подошел к окну. Лосины были ему слишком тесны, их шили на молодого человека. Что вы тут делаете, мистер Уормалт? Что вы тут делаете, доктор Гассельбахер? Доктор открыл окно и впустил у Уормалта. Он очутился в спальне. Дверцы большого гардероба были распахнуты. Там белели два костюма. Точно последние зубы во рту старика. Гассельбахер принялся стягивать с рук перчатки. Вы были на маскараде, Гассельбахер? Доктор Гассельбахер престиженно пробормотал. Вы все равно не поймете. Он начал постепенно разоблачаться. Сначала снял перчатки, потом каску, потом нагрудник, в котором Уормалт и вся комната отражались и вытягивались, как в кривом зеркале. Почему вы вернулись? Почему не позвонили, чтобы я вам открыл? Я хочу знать, кто был Рауль. Вы знаете. Понятия не имею. Доктор Гассельбахер сел и начал стягивать сапоги. Вы поклонник Шекспира для детей, доктор Гассельбахер? Мне дала книжку Милле. Разве вы не помните, как она мне о ней рассказывала? У него был очень несчастный вид во втягивающих брюшко лосинах. Уормалт заметил, что они лопнули по шву, чтобы вместить теперешнего Гассельбахера. Да, теперь он припомнил тот вечер в тропикане. «Эта форма, — сказал Гассельбахер, — видно, нуждается в объяснении. Многое нуждается в объяснении. Я был офицером Уланского полка давно, 45 лет назад. Я помню вашу фотографию в той комнате. На ней вы одеты по-другому. Вид у вас там не такой бутафорский. Это было уже после начала войны. Посмотрите, вот тут, возле туалетного стола. 1913 год. Июньские маневры. Кайзер делал нам смотр. На коричневом снимке с клеймом фотографа, выбитом в углу, были изображены длинные шеренги кавалерии с умноженными саблями и маленькая фигурка сухорукового императора, объезжающего строй на белом коне. «Ах, как все было мирно в те дни!» — сказал Гассельбахер. «Мирно?» — «Да, пока не началась война. Но ведь вы были врачом. Я вас обманул. Врачом я стал позже, когда война кончилась, после того, как я убил человека. Вы убиваете человека, — сказал доктор Гассельбахер. И оказывается, это очень просто. Не нужно никакого умения. И вам ясно, что вы сделали? Ведь смерть установить легко. А вот спасти человека, для этого нужно потратить больше шести лет на учение, и в конце концов никогда не знаешь, ты его спас или нет. Бациллы пожирают друг друга. Человек возьмет, да и выздоровит. Не было ни одного больного, которым я бы мог с уверенностью сказать, что спас его я. Но что я убил человека, это я знаю точно. Он был русский и очень худой. Кость хрустнула, как только я воткнул клинок. У меня даже зубы свело. Кругом было болото, одно болото. Оно называлось Таненберг. Я ненавижу войну, мистер Уормолд. Тогда зачем же вы нарядились в солдатскую форму? Я не был таким нарядным, когда убивал человека. Этот мундир мирный, я его люблю. Он прикоснулся к нагруднику, лежавшему рядом на кровати. А там мы все были покрыты болотной грязью. Он сказал, Вам никогда не хотелось, мистер Уормолд, чтобы вернулась мирная жизнь? Ах да, забыл. Вы же молодой человек, вы ее никогда не знали. Мирная жизнь кончилась для нас навсегда. Лосины больше не налезают. А почему вам сегодня захотелось нарядиться в этот костюм, Гассельбахер? Умер человек. Рауль? Да. Вы его знали? Да. Расскажите мне о нем. Не хочется. Будет лучше, если вы расскажете. Мы оба виноваты в его смерти. Вы и я, сказал Гассельбахер. Не знаю, кто вас втянул в это дело и как, но если бы я отказался им помогать, меня бы выслали. А что бы я теперь стал делать в другом месте? Ведь я вам говорил, что у меня пропали бумаги. Какие бумаги? Неважно, какие. У кого из нас нет в прошлом чего-то такого, что не дает нам спать? Теперь я знаю, почему они вломились в мою квартиру. Потому что я, ваш друг. Прошу вас, уйдите, мистер Орнолд. Мало ли чего, они от меня потребуют, если узнают, что вы здесь. А кто они такие? Вы знаете, это лучше меня, мистер Орнолд. Они не говорят, как их зовут. В соседней комнате послышался шорох. Это всего-навсего мышка, мистер Орнолд. На ночь я оставляю ей кусочек сыру. Значит, это Милли дала вам Шекспира для детей. Я рад, что вы изменили свой шифр, сказал доктор Гассельбахер. Может быть, теперь они оставят меня в покое. Больше я не смогу им помогать. Дело начинается с акростихов, кроссвордов и математических загадок. А не успеешь опомниться, как тебя уже завербовали. В наши дни надо быть осторожным, даже в забавах. Но, Рауль, ведь его никогда не было на свете. Вы посоветовали мне лгать, и я лгал. Ведь все это было только выдумкой, Гассельбахер. А Сифуэнтес? Может, вы скажете, что и его нет на свете? Сифуэнтес — другое дело. А Рауля я выдумал. Тогда вы слишком хорошо его выдумали, мистер Орнолд. На него заведено целое дело. Он был таким же вымыслом, как герой из романа. Разве роман — это только вымысел? Я не знаю, как работает писатель, мистер Орнолд. До вас я не знал ни одного писателя. У кубинской авиакомпании не было летчика-пьяница. Эту подробность вы придумали сами. Не знаю только зачем. Если вы расшифровывали мои депеши, вы должны были видеть, что в них нет ни капли правды. Вы же знаете этот город. И летчик, уволенный из опьянства, и приятель со своим собственным самолетом — все это выдумка. Не знаю, каковы были ваши молитвы, мистер Орнолд. Может быть, вы хотели скрыть личность этого человека на тот случай, если бы ваш шифр разгадали. Может быть, ваши друзья не должны были знать, что у него есть средства и собственный самолет. Не то они не стали бы ему так много платить. Интересно, сколько из этих денег получил он? А сколько взяли себе вы? Не понимаю, о чем вы говорите. Вы же читаете газеты мистера Орнолд. Вы знаете, что у него отняли летные права еще месяц назад, когда в пьяном виде он приземлился на детской площадке. Я не читаю местных газет. И никогда их не читали? Конечно, он отрицал, что работает на вас. Они предлагали ему много денег за то, чтобы он вместо этого работал на них. Им тоже нужны фотографии тех площадок, которые вы обнаружили в горах Ориента, мистер Орнолд. Там нет никаких площадок. Не злоупотребляйте моей доверчивостью, мистер Орнолд. В одной из ваших телеграмм вы говорили о чертежах, посланных в Лондон. Но этим тоже понадобились фотографии. Но вы не можете не знать, кто они такие. Кому от этого польза? И каково их намерение на мой счет? Сначала они мне пообещали, что вас не тронут. Вы были им полезны. Они знали о вас с первого дня, мистер Орнолд, но не принимали вас всерьез. Они даже подозревали, что в ваших донесениях вы все выдумываете. Но потом вы изменили шифр и расширили штат. Английскую разведку не так-то легко надуть, не правда ли? Какая-то лояльность по отношению к Гаторну составила у Орнолда промолчать. «Ах, мистер Орнолд, мистер Орнолд, зачем вы впутались в это дело? Вы же знаете зачем. Мне нужны были деньги. Он почувствовал, что хватается за правду, как за соломинку. Я бы одолжил вам денег. Я вам предлагал. Мне было мало того, что вы могли мне предложить. Для Милли? Да. Берегите ее, мистер Орнолд. Вы занимаетесь таким ремеслом, что вам опасно любить кого или что бы то ни было. Они вас ударят по самому больному месту. Вы помните бактерии, которых я разводил? Да. Может, если бы они не отняли у меня вкуса к жизни, они бы меня так быстро не уговорили. Вы на самом деле думаете... Я только прошу вас быть поосторожней. Можно от вас позвонить? Да. Орнолд позвонил домой. Он не знал, почудилось ли ему Ильона. В самом деле услышал сухой щелчок, который означал, что телефон подключен. Подошла Беатриса. Он спросил, все спокойно? Да. Не уходите, я скоро приду. С Милли, все в порядке? Она давно спит. Я еду домой. Доктор Гассельбахер сказал, берегитесь. Ваш голос вас выдает. Они поймут, что вы любите. Мало ли кто мог это услышать. Он медленно пошел к двери. Тесные лоси намешали ему двигаться. Спокойной ночи, мистер Ормолд. Вот вам Шекспир для детей. Мне он больше не понадобится. Милли может о нем вспомнить. Сделайте одолжение, не говорите никому об этом... об этом костюме. Я знаю, как это глупо, но мне было тогда хорошо. Как-то раз со мной разговаривал Кайзер. Что он сказал? Он сказал, я вас помню. Вы капитан Мюллер. Интермедия в Лондоне. Когда у шефа бывали гости, он кормил их обедом дома и готовил его сам. Ибо ни один ресторан не мог угодить его изысканному и романтическому вкусу. Рассказывали, что однажды, когда шеф заболел и не хотел подвезти старого приятеля, которого пригласил на обед, он готовил его лежа в постели по телефону. Поставив часы на ночной столик, он прерывал беседу, чтобы в нужный момент приказать слуге. Алло, алло, Брюр. Алло, выньте ка цыпленка и полейте его еще раз жиром. Поговаривали, что однажды, когда его допоздна задержали на службе, и он захотел приготовить обед оттуда, вся еда была испорчена. Шеф по ошибке воспользовался аппаратом особого назначения, и его слуга слышал только странные звуки, похожие на быстрые бормотания по-японски. Обед, которым он угощал постоянного заместителя министра, был простой, но крайне изысканный. Жаркое, чуть-чуть сдобренное чесночком. На буфете стоял Уэнсли Дейлский сыр, а вокруг... В Олмане царила такая тишина, словно дом занесло снегом. От кухонных занятий сам шеф попахивал подливкой. Отличное жаркое, просто отлично. Старинный Норфолкский рецепт и псвическое жаркое бабушке Браун. А мясо какое, просто тает во рту. Я научил Брюлера покупать продукты, но повар из него никогда не выйдет. За ним нужен глаз да глаз. Они некоторое время ели в благоговейной тишине, которую только раз прервал стук женских каблучков на Роуп-Уок. Хорошее вино, произнес в конце концов постоянный заместитель министра. 55-го года, по-моему, в самый раз, а не слишком молодое. Не сказал бы. За сыром шеф заговорил снова. Как насчет ноты русских? Что думает Министерство иностранных дел? Нас немножко озадачило упоминание о военно-морских базах в районе Карибского моря. Оба с хрустом жевали бисквиты. Вряд ли речь идет о Багамских островах. Острова эти стоят не больше того, что янки нам за них заплатили. Несколько старых эсминцев. Мы-то всегда предполагали, что это строительство на Кубе дело рук коммунистов. Вы не думаете, что его все-таки затеяли американцы? Разве нам не сообщили бы об этом? Увы, поручиться не могу после того самого дела Фукса. Они нас упрекают, что и мы кое о чем умалчиваем. А что говорит ваш человек в Гаване? Я потребую у него подробной оценки создавшегося положения. Как сыр? Грандиозный сыр. Налейте себе портвейна. Кокберн, 35-го года, верно? 27-го. Вы верите, что они рано или поздно собираются воевать? Спросил шеф. И я, и вы можем только гадать об этом. Те другие что-то стали активно на Кубе. По-видимому, не без помощи полиции. Нашему человеку в Гаване пришлось довольно туго. Как вы знаете, его лучший агент был убит. Чистая случайность. Он как раз ехал снимать секретные сооружения с воздуха. Большая потеря для нас. Но за эти фотографии я бы отдал куда больше, чем жизнь одного человека. Мы заплатили за них 1500 долларов. В другого нашего агента стреляли на улице, и теперь он страшно перепуган, третий ушел в подполье. Есть там женщина, ее тоже допрашивали, хотя она любовница директора почты и телеграфа. Нашего резидента пока не трогают, может быть, для того, чтобы за ним следить. Ну, он-то ловкое бестие. А вам не кажется, что он допустил мне осторожность, растеряв всю свою агентуру? Вначале без потерь не обойдешься. Они раскрыли его шифр. Я всегда относился с опаской к этим книжным шифрам. Там есть немец, по-видимому, самый крупный их агент и специалист по криптографии. Гаторн предупреждал на его счет нашего человека, но вы ведь знаете, что за народ эти старые коммерсанты. Они упрямы, и если уж кому-нибудь доверяют, их не разубедишь. Пожалуй, стоило потерять несколько человек, чтобы открыть ему глаза. Хотите сигару? Спасибо, а он сможет начать заново после этого провала. Он придумал трюк похитрее. Нащупал самое сердце в обороне противника. Завербовал двойника в управлении полиции. А вам не кажется, что эти двойники вещи рискованные? Никогда не знаешь, кому достаются вершки, а кому корешки? Я верю, что наш резидент сумеет фукнуть его как надо, сказал шеф. Я говорю фукнуть, потому что оба небольшие мастера играть в шашки. Игру там называют дамками. Кстати, это отличный предлог, чтобы встречаться. Вы представить себе не можете, как нас тревожат их сооружение. Ах, если бы вам удалось заполучить фотографии до того, как ваш агент был убит. Премьер-министр требует, чтобы мы связались с Янки и попросили их о помощи. И в коем случае, как же можно полагаться на этих Янки? Часть пятая, глава первая. Я у вас ее беру, сказал капитан Сигура. Они встретились в гаванском клубе. В гаванском клубе, который вовсе не был клубом и принадлежал конкуренту Баккарди, Баккарди фирма, изготавляющая ром. Все коктейли с ромом подавались бесплатно, и это давало Уормалду возможность увеличить свои сбережения, ибо он, конечно, продолжал показывать в отчетах расходы на выпивку. Что напитки подаются бесплатно, объяснить Лондону было бы невозможно, или во всяком случае трудно. Бар помещался в первом этаже дома 17 века, и окна его глядели на собор, где когда-то лежало тело Христофора Колумба. Перед собором стояла серая каменная статуя Колумба, и вид у нее был такой, будто на столетие откладывалось под водой, как коралловый риф. А знаете, сказал капитан Сигура, было время, когда мне казалось, что вы меня недолюбливаете. С человеком играешь в шашки не только потому, что он тебе нравится. Да, не только, сказал капитан Сигура. Смотрите, я прохожу в дамке, а я беру у вас три шашки. Вы, наверное, думаете, что я земнул, но сейчас убедитесь, что ваш ход мне выгоден. Вот смотрите, я бью вашу единственную дамку. Зачем вы ездили в Сантьяго, Санта-Кларо и Сиен-Фойгас две недели назад? Я всегда туда езжу в это время года по своим торговым делам. Да, ведь это имело такое, будто вы и в самом деле ездили по торговым делам. В Сиен-Фойгасе вы остановились в новой гостинице, пообедали один в ресторане у моря, сходили в кино и вернулись домой. На следующее утро неужели вы действительно думаете, что я секретный агент? Начинаю в этом сомневаться. Наши друзья, видно, ошиблись. А кто они, эти друзья? Ну, скажем, друзья доктора Гассельбахера. Кто же они такие? Я по должности обязан знать, что творится в Гаване, сказал капитан Сигура, но отнюдь не обязан давать сведения и принимать чью-то сторону. Его дамка разгуливала по всей доске. Разве на Кубе есть чем интересоваться иностранной разведке? Конечно, мы страна маленькая, но лежим очень близко от американского континента и можем угрожать вашей базе на Ямайке. И если какую-нибудь страну окружают со всех сторон, как Россию, она старается пробить брешь. Ну, какую роль могу играть я или доктор Гассельбахер в мировой стратегии? Человек, который продает пылесос или доктор, ушедший на покой? В каждой игре бывают не только дамки, но и простые шашки, сказал капитан Сигура. Вот, например, это. Я ее бью, а вы отдаете без всякого огорчения. Ну, а доктор Гассельбахер все-таки хорошо решает кроссворды. При чем тут кроссворды? Из такого человека получается превосходный криптограф. Мне однажды показали вашу телеграмму с расшифровкой. Вернее, дали возможность ее найти. Может быть, надеялись, что я вышлю вас с Кубы? Он засмеялся. Отца Миль, как бы не так. Что это была за телеграмма? Вы там утверждали, будто вам удалось завербовать инженера Сифоэнтеса. Такая чушь. Я его хорошо знаю. Может, они для того и стреляли, чтобы телеграмма звучала правдоподобнее. А может, и состряпали телеграмму для того, чтобы от вас избавиться. А может, они просто люди куда более доверчивее, чем я. Какая странная история. Ормолд передвинул шашку. А почему вы так уверены, что Сифоэнтес не мой агент? Я вижу, как вы играете в шашки, мистер Ормолд. А кроме того, я допросил Сифоэнтеса. Вы его пытали? Капитан Сигура расхохотался. Нет, он не принадлежит к тому классу, который пытают. Я не знал, что и в пытках есть классовые различия. Дорогой мой мистер Ормолд, вы же знаете, что есть люди, которые сами понимают, что их могут пытать. И люди, которые были бы глубоко возмущены, если бы такая мысль кому-нибудь пришла в голову. Пытают всегда по молчаливому соглашению сторон. Но пытки пыткам рознь. Когда они разгромили лабораторию доктора Гассельбахера, это ведь тоже было пыткой. Мало ли, что могут натворить дилетанты. Полиции тут ни при чем. Доктор Гассельбахер не принадлежит к классу пытаемых. А кто к нему принадлежит? Бедняки моей и любой латиноамериканской страны. Бедняки Центральной Европы и Азиатского Востока. В ваших благополучных странах бедняков нет. И поэтому вы не подлежите пыткам. На Кубе полиция может измываться как хочет над эмигрантами из Латинской Америки и прибалгийских стран. Но и пальцем не тронет приезжих из вашей страны или из Скандинавии. Такие вещи без слов понимают обе стороны. Католиков легче пытать чем протестантов. До среди них и преступников больше. Вот видите я был прав что вышел в дамки. Теперь я бью вас в последний раз. Вы по-моему всегда выигрываете. А теория у вас любопытная. Они оба выпили еще по одному бесплатному дайквери замороженному так сильно что его приходилось пить по капельке. А как поживает Милли? спросил капитан Сигура. Хорошо. Я очень люблю эту девочку. Она правильно воспитана. Рад что вы так думаете. Вот поэтому мне бы и не хотелось чтобы у вас были неприятности мистер Ормолд. не хорошо если вас лишат вида нажительства. Гаванна много потеряет если расстанется с вашей дочерью. Вряд ли вы мне поверите капитан. Но Сифуэнтес не был моим агентом. Нет почему же я вам верю. Я думаю что вами хотели воспользоваться для отвода глаз или же как манком. Знаете такая деревянная уточка на которую приманивают диких уток. Он не на руку. Я сам люблю подстерегать диких уток откуда бы они не прилетали. Они презирают бедных туземных стрелков но в один прекрасный день когда они спокойно рассядутся вот тогда я поохочусь в волю. Как все сложно в этом мире. Куда проще по-моему продавать пылесосы. Дела идут надеюсь хорошо? О да спасибо. Я обратил внимание на то что вы увеличили свой штат. У вас прелестный секретарь Тадама с сифоном. Ее пальто никак не желало запахиваться помните? И молодой человек. Мне нужен щитовод на Лопеса положиться нельзя. Ах да Лопес еще один ваш агент. Капитан Сигура засмеялся. Так во всяком случае мне было доложено. Ну да он снабжает меня секретными сведениями о нашей полиции. Осторожней мистер Ормолд. Лопес принадлежит к тем кого можно пытать. Оба не посмеялись допивая свои дайквери. В солнечный день легко смеяться над пытками. Мне пора идти мистер Ормолд. У вас наверное все камеры полны моих шпионов. Место еще для одного всегда найдется. На худой конец можно кое-кого пустить в расход. Я все же капитан как-нибудь обыграю вас в шашки. Сомневаюсь мистер Ормолд. Он видел в окно как Сигура прошел мимо серой статуи Колумба будто вырезанный из пемзы и направился к себе в управление. Тогда Ормолд заказал еще одно даровое дайквери. Голландский клуб и капитан Сигура заменили чудо-бар и доктора Гассельбахера. Это была перемена с которой приходило смириться. Назад ничего не вернешь. Доктора Гассельбахера унизили в его глазах, а дружба не терпит унижения. Он больше не видел доктора Гассельбахера. В этом клубе, как и в чудо-баре, он чувствовал себя гражданином Гаваны. Элегантный молодой человек, который подавал дайквери и не пытался всучить ему словно какому-нибудь туристу бутылку рома из тех, что стояли на стойке. Человек с седой бородой, как всегда в этот час, читал утреннюю газету. Забежал почтальон, чтобы на пути проглотить бесплатную рюмку спиртного. Все они, как и он, были гражданами Гаваны. Четверо туристов весело вышли из бара с плетенными корзинками, в которых лежали бутылки рома. Они раскраснелись и тешили себя иллюзией, что напили с даром. Он подумал, они иностранцы, их-то, конечно, не пытают. Уорнолд слишком быстро выпил свой дайквери, так что у него даже глаза заслезились. Он вышел из клуба. Туристы, перегнувшись, заглядывали в колодец 17 века. Они побросали туда столько монет, что могли дважды заплатить за свои коктейли. Зато они наворожили себе, что еще раз побывают в этих благословенных местах. Его окликнул женский голос, и он увидел Беатрису, которая стояла между колоннами Аркады возле антикварной лавки среди трещоток, бутылей из тыквы и негритянских башков. Что вы здесь делаете? Она объяснила, «Я всегда волнуюсь, когда вы встречаетесь с Сигурой. На этот раз мне хотелось удостовериться». «В чем?» «Может быть, она наконец стала подозревать, что у него нет никаких агентов? Может быть, она получила инструкции следить за ним из Лондона или от 59-200 из Кингстона? Они пошли домой пешком». «В том, что это не ловушка и что вас не подстерегает полиция. С агентом-двойником не так-то легко иметь дело». «Зря вы беспокоитесь, вы слишком неопытны. Вспомните, что произошло с Раулем и Сифуэндесом». Сифуэндеса допрашивала полиция. Уормолт добавил с облегчением. «Он провалился, теперь он нам больше не нужен». «А как же вы тогда не провалились?» «Он ничего не выдал. Вопросы задавал капитан Сигур, а Сигур один из наших. Мне кажется, что пора выплатить ему наградные. Он сейчас составляет для нас полный список иностранных агентов в Гаване и американских и русских «дикие утки», как он их называет. «Ну, это большое дело, а сооружения?» «С ними придется повременить. Я не могу заставить его действовать против своей страны». Проходя мимо собора, он как всегда бросил монету слепому нищему, сидевшему на ступеньках. Беатриса сказала, «На таком солнце жалеешь, что ты и сам не слепой». В Ормолге проснулось вдохновение. Он сказал, «Вы знаете, а он ведь на самом деле не слепой, он все отлично видит». «Ну, тогда он очень хороший актер, я наблюдала за ним все время, пока вы были с Сигурой». «А он следил за вами. Я сажаю его здесь, когда иду на свидание с Сигурой». «Простейшая предосторожность, я совсем не так беззаботен, как вы думаете». «Вы ничего не сообщали об этом в Лондон». «Зачем? Вряд ли у них заведено досье на слепого нищего, а я не пользуюсь им для получения секретных сведений». «Но если бы меня арестовали, вы узнали бы об этом через десять минут. Что бы вы стали делать?» «Сожгла бы все бумаги отвезла Милли в посольство». «А как насчет Руди?» «Велела бы ему радировать в Лондон, что мы сматываем удочки, а потом уйти в подполье». «А как уходят в подполье?» Он не пытался получить ответ. «Он говорил медленно, давай волю своей фантазии». «Слепого зовут Мигель, он служит мне из чувства благодарности. Видите ли, я когда-то спас ему жизнь». «Каким образом?» «Да так, ерунда. Несчастный случай на пароме, просто казалось, что я умею плавать, а он нет». «Вам дали медаль?» Он быстро взглянул на нее, но прочел на ее лице только невинное любопытство. «Нет, слава, я не сподобился. Если говорить по правде, меня даже оштрафовали за то, что я вытащил его на берег в запрещенной зоне». «Такая романтическая история, ну а теперь он, конечно, готов отдать за вас жизнь, но это уже слишком. Скажите, есть у вас где-нибудь маленькая грошовая книжка в черном клеенчатом переплете для записи расходов?» «По-моему, нет, а что?» «Где вы когда-то записывали сколько истрачено на перышки резинки?» «Господи, зачем мне перышки?» «Да нет, я просто так спрашиваю». «Записную книжку так дешево не купишь, перышки, у кого же теперь нет автоматической ручки?» «Ладно, не будем об этом говорить, это мне как-то рассказывал Генри». «Ошибка». «Какой Генри?» «59-200», сказала она. Уормалд почувствовал какую-то странную ревность, несмотря на правила конспирации, она только раз назвала его Джимом. Когда они вошли, дома, как всегда, было пусто, он понял, что больше не скучает по Милле и с грустью вздохнул. Хотя бы одна любовь больше не причиняла ему боли. «Руди ушел», сказала Беатриса, «Наверное, покупает сладости, он ест слишком много сладкого, но, по-видимому, затрачивает ульму энергии, потому что совсем не толстеет. Но на что он ее тратит? Давайте поработаем, надо послать телеграмму». Сигура сообщил мне ценные сведения относительно просачивания коммунистов в полицейские кадры. «Вы даже не поверите, я готова верить во что угодно. Смотрите, я обнаружила в шевровальной книге очень забавную вещь. Вы знали, что есть специальное обозначение для слова «евнух»? неужели она так же часто встречается в телеграммах? Наверное, нужно для стамбульского отделения. Жаль, что оно нам ни к чему, правда? Вы когда-нибудь выйдете еще раз замуж? Ваши ассоциации иногда бывают слишком явными. Как вы думаете, у Руди есть по секрету от нас личная жизнь? Он не может тратить всю свою энергию в конторе. А существует правило для личной жизни. Если вам хочется завести личную жизнь, надо спрашивать разрешение у Лондона. Что ж, конечно, лучше проверить досье, прежде чем зайдешь слишком далеко. Лондон не одобряет половых связей своих работников с посторонними. Глава вторая. «Видно, я становлюсь важной персоной», сказал Ормолд. «Меня просят произнести речь». «Где?» вежливо спросила Милли, отрываясь от ежегодника любительницы верховой езды. «Вечерело, рабочий день кончился, последние лучи золотили крыши, волосы мели цвета меди и виски у него в стакане. На ежегодном обеде европейского коммерческого общества меня просил выступить наш президент, доктор Браун, ведь я старейший член общества. Почетным гостем у нас будет американский генеральный консул», добавил он не без гордости. Казалось, он совсем недавно поселился в Гаване и познакомился с девушкой, которая стала матерью Милли. Это было во Флоридито Барри, она пришла туда со своими родителями, а теперь он был здесь самым старым коммерсантом. Многие ушли на покой, кое-кто уехал на родину, чтобы принять участие в последней войне, англичане, немцы, французы, а его не взяли в армию из-за хромоты. Из тех, что уехали, никто уже не вернулся на Кубу. О чем ты будешь говорить? Ни о чем, грустно ответил он, я не знаю, что сказать. Держу пари, что твоя речь была бы самая лучшая. Ну, что ты, если я самый старый член общества, то и самый незаметный тоже. Экспортеры рома и сигар, вот они действительно важные птицы. Да, ну ты, это ты. Жаль, что ты не выбрала себя отца поумнее. Капитан Сигура говорит, что ты неплохо играешь в шашки, но не так хорошо, как он. Пожалуйста, согласись, папа, сказала она, я бы так тобой гордилась. Я буду выглядеть там ужасно глупо. Ничего подобного, ну, ради меня. Ради тебя я готов хоть на голове стоять. Ладно, я скажу речь. В дверь постучал Рудди. В этот час он заканчивал прием радиограмм. В Лондоне была полночь. Он сказал срочное сообщение из Кингстона сходить за Беатрисой. Нет, я справлюсь сам. Она собиралась в кино. Кажется, дела идут бойко, заметила Милли. Да, но я не вижу, чтобы ты вообще продавал теперь пылесосы. У нас сделки по долгосрочным обязательствам, сказал Ормолд. Он пошел в спальню и расшифровал радиограмму. Она была отготорна. Уормолду предлагалось первым же самолетом вылететь в Кингстон для доклада. Он подумал, наконец-то они все узнали. Свидание было назначено в гостинице Миртлбэнк. Уормолд много лет не был на Ямайке и теперь его привели в ужас здешняя грязь и жара. Чем объяснить убожество британских владений? Испанцы, французы, португальцы строили города, чтобы в них жить, англичане же предоставляли городам расти как попало. Самый нищий закоулок Гаваны был полон благородства по сравнению с барачным существованием Кингстона, его лачугами, сложенными из старых бидонов из-под горючего и крытыми кусками железа с кладбища автомобилей. Гаторн сидел в жезлонге на веранде Миртлбэнка, потягивая через соломинку пунш. Одет он был так же безукоризненно, как и в тот раз, когда Уормолд увидел его впервые. Единственным признаком того, что и он страдает от жары, был комочек пудры, засохший под левым ухом. Он сказал садитесь за те же деньги. Гаторн не расстался со своим жаргоном. Спасибо. Как долетели? Спасибо, хорошо. Наверное, рада, что попали домой. Домой? Ну, я хотел сказать сюда. Сможете отдохнуть от своих черномазах снова на британской земле. Уормолд подумал об убогих хижинах вдоль набережной, о жалком старике, который спал, скорчившись в ненадежной полоске тени, о ребенке в лохмотьях, нянчившем выброшенную волнами чурку. Он сказал, гавана не так уж плоха. Ходите пунша, плантаторский, здесь он совсем не дурен. Спасибо. Гаторн сказал, случилась маленькая неприятность, вот я и попросил вас подъехать. Да? Сейчас откроется правда. Могут они арестовать его, раз он на британской территории. Какое ему предъявят обвинение? Его, наверное, привлекут за вымогательство или припишут какое-нибудь совсем непонятное преступление. А дело заслушают при закрытых дверях по закону разглашения государственной тайны. Речь идет об этих сооружениях. Ему захотелось объяснить, что Беатриса тут ни при чем. У него не было никаких сообщников, кроме легковерей тех, кто его завербовал. А что? спросил он. Надо во что бы то ни стало раздобыть фотографии. Я пытался, вы же знаете, чем это кончилось. Да, но чертежи не совсем ясны. Он не чертежник. Поймите меня правильно, старина, вы, конечно, сделали чудеса, но, знаете, был такой момент, когда я чуть было не начал вас подозревать. В чем? Видите ли, некоторые из этих чертежей напомнили мне, говоря откровенно, они мне напомнили части пылесоса. Да, я это тоже заметил. Но и тут я, понимаете ли, подумал обо всех этих штуковинах в вашем магазине. Вы что же подозреваете, что я морочу голову нашей разведки? Теперь я и сам понимаю, что это чистый бред, а все-таки у меня гора с плеч свалилась, когда те решили вас убить. Убить? Ну да, ведь это доказывает подлинность чертежей. Кто те? Противники? Какое счастье, что я никому не говорил о своих дурацких подозрениях. Как они собираются меня убить? Об этом мы еще поговорим. Они хотят вас отравить. Я вот что хочу сказать. Теперь мы получили самое лучшее подтверждение всему, что вы нам сообщили. Не хватает только фотографий. Одно время мы попридержали чертежи, но теперь раздали их всем заинтересованным ведомством. В атомную комиссию тоже послали. Ну, от них толку не добьешься. Заявили, что к ядерной энергии это отношение не имеет и все тут. Но мы уж слишком на поводу наших атомников и совершенно забыли, что могут быть другие не менее опасные военные изобретения. Чем они собираются меня отравить? Поговорим сперва о деле, старина. Нельзя забывать об экономической стороне войны. Пуба не может себе позволить производство водородных бомб. Но что, если они нашли такое же эффективное оружие ближнего действия, к тому же дешевое? Вот в чем гвоздь. В дешевизне. Будьте любезны, скажите мне все-таки, как они собираются меня убить? Видите ли, у меня к этому вопросу чисто личный интерес. Ну, конечно, я вам скажу, просто мне хотелось сперва показать вам всю закулисную сторону и объяснить, как мы рады. Поймите меня правильно, что ваши донесения подтвердились. Они собираются отравить вас на каком-то деловом обеде европейского коммерческого общества. Вот-вот, кажется, так. Как вы это узнали? Мы проникли в их здешнюю организацию. Вы бахнули, если бы я вам порассказал, что там у вас происходит. Могу вам, например, сообщить, что Дрог-4 погиб чисто случайно. Они просто хотели его припугнуть, как припугнули своим покушением Дрог-3. Вы первый, которого они всерьез решили убить. Какая честь. Знаете, в некотором роде это даже лестно. Показывать, что вы стали им опасны. Вытягивая через соломинку остатки пунша из-под кубиков льда, ломтиков апельсина и ананаса, украшенных сверху вишней, Гаторн громко причмокнул. Пожалуй, сказал Уормолд, мне лучше туда не ходить. Он вдруг почувствовал какое-то разочарование. А ведь за десять лет я не пропустил ни одного банкета. Меня даже речь там просили произнести. Фирма любит, чтобы я ходил на такие обеды. Она тогда считает, что я высоко несу ее знамя. Вы непременно должны пойти. Для чего? Чтобы меня отравили? Да вас никто не заставляет там есть. А вы когда-нибудь пробовали пойти на банкет и ничего не есть? И пить-то ведь все равно придется. Не подцепят же они яду в бутылку вина. Вы бы могли прикинуться алкоголиком, который ничего не ест, а только пьет. Спасибо. Репутация моей фирмы от этого сильно выиграет. А что? Все люди питают слабость к алкоголикам, сказал Гаторн. И кроме того, если вы не пойдете, они заподозрят что-то неладное. Вы можете провалить мой источник, а источники надо беречь. Это что, такое правило? Вот именно, старина. И еще одно соображение. Мы знаем, в чем суть заговора, но не знаем заговорщиков. Нам известны только клички. Если мы их раскроем, мы заставим полицию их посадить. Тогда и вся организация будет разгромлена. Ну да, убийца всегда рано или поздно попадется. Вскрытие наведет вас на след, и тогда вы заставите сегуру действовать. Неужели вы струсили? Такая уж у нас опасная профессия. Не следовало за нее браться, если вы не были готовы. Ну прямо спартанка из хрестоматии, да и только возвращайся с победой или поди в бою. А знаете это идея. В нужный момент вы можете свалиться под стол. Убийцы решат, что вы умерли, а остальные, что слишком много выпили. Член европейского коммерческого общества не падает под стол. Никогда? Никогда. Но вам кажется, что я зря так встревожен. По-моему, волноваться пока нет оснований. В конце концов, всю еду вы берете себе сами. Верно. Но в национале закуска всегда одна и та же, краб по-мавритански, а это кушанье раскладывают на тарелки заранее. Вот краба и не ешьте. Мало ли кто не ест крабов. А когда гостей начнут обносить блюдами, не берите того, что лежит к вам всего ближе. Это как с фокусником, который подсовывает вам нужную ему карту. Не берите ее, и все тут. А фокуснику все-таки удается стучить вам именно ту карту, которую он вы говорили, кажется, что банкет будет в Национале. Да. Так почему бы вам не использовать Дробь-7? А кто такой Дробь-7? Вы что, не помните своих агентов? Да это же Метродотель в Национале. Пусть он и позаботится, чтобы вам в тарелку ничего не подсыпали. Пора ему наконец отработать полученные деньги. Я что-то не помню, чтобы вы прислали от него хоть одно донесение. А вы не можете мне намекнуть, кто этот человек? Ну тот, кто собирается он запнулся на слове убить, собирается со мной это сделать. Не имею о нем ни малейшего представления, старина. Остерегайтесь всех подряд. Выпить-ка еще поншу. В самолете, летевшем обратно на Кубу, было мало пассажиров. Какая-то испанка с целым выводком детей. Одни принялись кричать, а других стало тошнить, как только самолет оторвался от земли. Негритянка с живым петухом, закутанным в шаль, кубинский экспортер сигар, с которым Уормал был шапочно знаком, и англичанин в толстом грубошерстном пиджаке, упорно куривший трубку, пока стюардесса не сделала ему замечания. Тогда он стал демонстративно сосать незажженную трубку, обливаясь потом. У него было сердитое лицо человека, уверенного, что он всегда прав. Когда подали обед, он перебрался в хвост самолета и подсел к Уормалду. «Не выношу эту пицклявую мелюзгу», сказал он, «разрешите». Он заглянул в бумаги, разложенные на коленях у Уормалда. «Вы служите в фастклинерс? Да, а я у Ньюклинерс, с моей фамилией Картер». «Вот как? Это моя вторая поездка на Кубу». «У вас, говорят, не скучают», сказал он, продувая трубку и откладывая ее в сторону перед тем, как приняться за обед. «Да, наверное», ответил Уормалд, «если вы любите рулетку и публичные дома». Картер погладил свой кесет, как гладит по голове собаку, мой верный пес со мною неразлучен». «Да, я не совсем это имел в виду, хотя, конечно, я не пуританин. Наверное, это даже интересно, с волками жить, поволчьи выть». Он переменил тему, «хорошо идут ваши машины, торгуем помаленьку, наши новые модели захватят весь рынок». Он отправил в рот большой кусок розоватого пирожного, а потом отрезал кусочек цыпленка. «Да, ну, работает как садовая косилка, дамочки, не надо утомляться и никаких шлангов, которые путаются под ногами». «А как насчет шума?» «Специальный глушитель, куда меньше шума, чем у вашего. Модель так и называется «Женушка щебетунья».» Прогласив черепаховый суп, он принялся за компот с хрустом, разжевывая виноградные косточки. «Скоро мы откроем свое агентство на Кубе. Вы знаете доктора Брауна?» «Встречал в Европейском коммерческом обществе. Он наш президент. Импортирует точный инструмент из Женевы». «Он самый дал нам очень полезный совет. Собственно говоря, я буду его гостем на вашем банкете. А кормят у вас прилично. Вы же знаете, чего стоят ресторанные обеды». «Ну уж, во всяком случае, он будет лучше этого», сказал Картер, выплевывая виноградную кожицу. Он не заметил спаржи в майонезе и теперь принялся за нее. Затем он порылся в кармане. «Вот моя карточка». Карточка гласила «Уильям Картер, бакалавр технических наук Нотвич», а в уголке значилась «Нью Клинерс Лемитет». Он добавил «Я остановлюсь на недельку в Севилл Билтморе». «Простите, у меня нет при себе карточки. Моя фамилия Уормолт». «Вы знакомы с Дэвисом?» «Кажется, нет». «Мы с ним жили в одной комнате в колледже. Устроился в фирме Грипфикс и живет где-то в ваших краях. Прямо смешно ребят из Нотвича встречаешь повсюду. А вы сами случайно не у нас учились?» «Нет». «Значит, в ридинге?» «Я не учился в университете». «Вот бы не сказал», благодушно заметил Картер. «Знаете, я поступил бы они уж очень отстали. Для школьного учителя Оксфорд, пожалуй, еще годится». Он снова стал сосать пустую трубку, как ребенок соску, пока из трубки не вырвался свист. Вдруг он проговорил таким тоном, словно на язык ему попал никотин. «Старомодная ерунда, живые мощи, чистый пережиток, я бы их упразднил». «Кого?» «Оксфорд и Кембридж». На подносе не оставалось ничего съедобного, кроме булочки, он взял ее и раскрошил, как время или плющ, крошит камень. Уормолт потерял Картера в таможне. У того вышли какие-то неприятности с образцом пылесоса «Нью Клинерс», а Уормолт не считал, что должен помогать представителю конкурирующей фирмы. Беатриса встретила Уормолта в Хилмене. Уже много лет его не встречала женщина. «Все в порядке?» спросила она. «Да, конечно, кажется, они мной довольны». Он смотрел на ее руки, державшие руль. День был жаркий, и она не надела перчаток. Руки были красивые, ловкие. «Вы сняли кольцо?» Она сказала, «А я думала, никто не заметит». «Но Милли тоже заметила. Какие вы оба наблюдательны». «Вы его потеряли?» «Я сняла его вчера, когда мыл и забыла надеть». «А зачем носить кольцо, если о нем забываешь?» Тут он рассказал ей об анкете. «Надеюсь, вы не пойдете?» спросила она. «Гатторн хочет, чтобы я пошел, боится, что раскроют его источник. А ну, его к дьяволу его источник». «Но есть причины посерьезнее». «Помните, что сказал Гассельбахер?» «Они привыкли наносить удар потому, что мы любим. что-нибудь похуже, а мы не будем знать, что именно. В следующий раз выбор может пасть не на меня. Я ведь не так уж сильно себя люблю, а на Милле или на вас». Он и сам не понял, что сказал, пока она не высадила его у дома и не отъехала. Глава третья. Милле сказала, «Ты выпил только кофе и ничего в рот не взял, даже сухарика. что-то не хочется, а потом пойдешь и наешься на банкете у своих коммерсантов, будто не знаешь, что твой желудок не выносит краба по-морь и танцки. Даю тебе слово, я постараюсь не есть ничего лишнего. Лучше бы ты как следует позавтракал. Поешь пшеничных хлопьев, они впитывают весь алкоголь. В этот день рядом с ней была доенья. Ну ей Бог же не могу, мне не доеды, не приставай, нет у меня аппетита. Ты приготовил речь? Старался, но я ведь не оратор, понятия не имею, почему они попросили меня. Но его мучило, что теперь он, кажется, знает почему. Кто внушил эту мысль доктору Брауну? Вот что нужно было узнать любой ценой. Он подумал, но ведь цена это я сам. Пари держу, что ты произведешь там фурор. Но нет, я сделаю все, чтобы не произвести там никакого фурора. Милли ушла в школу, а он остался сидеть за столом. На картонной коробке с хлопьями Уитбрикс, которая всегда покупала Милли, был напечатан отрывок из последних приключений мальчика с пальчика. В коротком рассказике с картинками мальчик с пальчик встретил крысу величиной срослого Синдарнара и обратил ее в бегство, прикинувшись кошкой из-за мяуков. Это была очень незамысловатая история. Вряд ли ее можно было бы рассматривать как ценное назидание молодому поколению, вступающему в жизнь. За 12 купонов, вырезанных из таких коробок, фирма обещала духовое ружье. Коробка была почти пуста, и Уорнолд принялся вырезывать купон, аккуратно вводя ножом по пунктирной линии. Он уже обрезал последний угол, когда в комнату вошла Беатриса. Она спросила, чем это вы занимаетесь? По-моему, духовое ружье может пригодиться нам в конторе. Не хватает всего 11 купонов. Я не спала всю ночь. Наверное, выпили слишком много кофе? Нет, это из-за того, что вам сказал доктор Гассельбахер насчет Милли. Пожалуйста, не ходите на банкет. Ну, пойти-то я во всяком случае должен. Вы и так делаете достаточно. В Лондоне вами довольны. Я сужу по тону телеграмм. Что бы там не говорил Генри, Лондон вовсе не захочет, чтобы вышли на бессмысленный риск. Он прав, когда говорит, что если я не пойду, они попробуют что-нибудь на нее глаз. А кто будет смотреть за вами? Я сама выбрал эту профессию, вы за меня не отвечаете. Вы бывали уже в таких переделках? Нет. Но и начальника такого у меня еще не было. Вы словно ткнули палкой в осиное гнездо. Знаете, обычно наша работа чистая канцелярщина, картотека и скучная телеграмма. Убийство не наша область. И я не хочу, чтобы вас убивали. Понимаете, вы какой-то настоящий, а не персонаж из Boys Own Paper. Ради Бога, оставьте вы в покое эту дурацкую коробку и послушайте, что я вам говорю. Я читал про мальчика с пальчика. Вот и оставайтесь с ним сегодня дома, а я пойду и куплю вам все предыдущие коробки этой серии, чтобы вы могли прочитать про него с самого начала. Гатурн говорил здравые вещи. Мне только надо быть поосторожней с едой, ведь и в самом деле важно установить, кто они такие. Тогда я, по крайней мере, отработаю полученные деньги. Вы и так сделали больше, чем нужно. Незачем вам ходить на этот проклятый банкет. Нет, есть зачем, хотя бы из гордости. Перед кем вы хотите покрасоваться? Перед вами. Он пробирался по холлу гостиницы Националь мимо витрин с итальянской обувью, датскими пепельницами, шведским стеклом и сиреневыми английскими фуфайками. Дверь в банкетный зал, где всегда заседало европейское коммерческое общество, загораживал стул, на котором расположился доктор Гассельбахер. Он явно кого-то поджидал. Уормолт замедлил шаг. Он не видел доктора Гассельбахера с той самой ночи, когда тот сидел в мундире Улана на кровати и вспоминал прошлое. Члены коммерческого общества, направлявшиеся в банкетный зал, останавливались и заговаривали с доктором Гассельбахером, но тот не обращал на них внимания. Когда Ормолт поравнялся со стулом, на котором сидел доктор, тот сказал «Не ходите туда, мистер Ормолт». Он говорил громко, слова его дрожали в загроможденном витринами холле, привлекая всеобщее внимание. «Как поживаете, Гассельбахер?» Я сказал «Не ходите туда». «Слышу, они собираются вас убить, мистер Ормолт». «Откуда вы знаете, Гассельбахер?» «Они хотят вас там отравить». Кто-то из приглашенных остановился и стал смотреть на них с улыбкой. Один американец спросил «Да неужели тут уж так плохо кормят?» Все рассмеялись. Ормолт сказал «Уйдите отсюда, Гассельбахер, на вас все смотрят». «Вы все-таки пойдете». «Конечно, я ведь один из ораторов». «У вас есть Милли, подумайте о ней». «Не бойтесь за Милли, и невредимым, Гассельбахер, ступайте». «Хорошо, но я хотел вас удержать», сказал доктор Гассельбахер. «Я буду ждать вашего звонка. Я позвоню вам из дому». «Прощайте, Джим». «Прощайте, доктор». Ормолт оторопел, услышав, что доктор Гассельбахер назвал его Джимом. Он вспомнил, как не раз подумывал в шутку, только сидя у его смертного адра и отказавшись от всякой надежды, доктор Гассельбахер назовет его по имени. Его вдруг охватили страх, одиночество, тоска по родине. «Ормолт», произнес кто-то за его спиной. Он обернулся. Перед ним стоял Картер из фирмы New Cleaners. Но для Ормолта в этот миг Картер был английской землей и английской спесью и английской пошлостью, всем тем родным и надежным, что заключалось в самом слове Англия. «Картер!» воскликнул он, словно Картер был тем человеком в Гаване, которого ему больше всего хотелось встретить. И в этот миг так оно и было. «Чертовски рад вас видеть», сказал Картер, «не знаю здесь ни души, даже моего, даже доктора Брауна». Трубка и кесет оттопыривали его карман. Он погладил их, словно надеясь обрести бодрость в этом привычном жесте. Может быть, он тоже испытывал сейчас тоску по родине. «Картер, познакомьтесь с доктором Гассельбахером, это мой старый друг». «Здравствуйте, доктор». Картер сказал Уормалду, «искал вас вчера вечером по всему городу, никак не могу попасть в те злачные места, о которых вы говорили». Они вместе вошли в банкетный зал. Трудно было объяснить, почему Уормалд испытывает но с той стороны, с которой шагал Картер, он чувствовал себя в безопасности. В честь генерального консула банкетный зал был украшен двумя большими флагами Соединенных Штатов, а маленькие бумажные флажки указывали, как в ресторане аэровокзала, места представителей различных стран. Во главе стола красовался швейцарский флажок, там должен был сидеть президент доктор Браун. Был тут даже флажок Монако. Он стоял против места монахского консула, одного из крупнейших экспортеров сигаров Гавани. В знак уважения к августейшему бракосочетанию, имеется в виду брак князя монахского с американской киноактрисой Грейс Келли, его посадили справа от американского генерального консула. Когда Уормалд и Картер вошли в зал, гостям разносили коктейли, и к ним сразу же подошел официант. Показалось ли это Уормалду, или же официант и в самом деле так повернул под нос, что последний оставшийся на нем Дайквири оказался как раз под рукой у Уормалда. Нет, не хочу, спасибо. Картер протянул руку, но официант уже двинулся к служебному выходу. Может, вы предпочитаете сухой мартини, сэр? спросил чей-то голос. Он повернулся, это был Метродотель. Нет-нет, я не пью коньяк. Шотландский виски, сэр, Херрис, дедушкин коктейль, что вам угодно. Я сегодня не пью, сказал Уормалд. Метродотель отошел к другим гостям. Уормалд подозревал, что это его агент Дробь-7. Не странно ли, если по иронии судьбы он окажется и его убийцей? Уормалд он отправился на поиски доктора Брауна. Пейте, что дают, произнес чей-то голос с шотландским акцентом. Моя фамилия Макдугал. Кажется, мы сидим рядом. Мы с вами, по-моему, прежде не встречались. Я принял дела от Макентайра. Вы, конечно, знали Макентайра. Ну да, еще бы. Сплавив такую мелкую сошку, как Картер швить царцу, торговавшему часами, доктор Браун обходил теперь зал вместе с американским генеральным консулом, представляя ему самых важных гостей. Немцы держались обособленно. Как подобало, они сгруппировались у западной стены зала, они кичили с мощью немецкой марки, как дуэлянты своими шрамами. Национальное чванство, которое пережило даже Бельзин, питалось теперь высоким курсом западно-германской валюты. Интересно, не один ли из них выдал доктору Гассельбахеру тайну этого банкета, подумал Уормолд. Выдал. Так ли? С помощью шантажа они могли заставить доктора снабдить их каким-нибудь ядом. Ну что ж, ради старой дружбы он выбрал что-нибудь безболезненное, если только есть такой яд, который не причиняет боли. Вы меня послушайте, говорил мистер Макдугал с неукротимой энергией шотландца пляшущего дживу. Лучше выпить не откладывай, больше вы ничего не получите. Но вино наверное будет. Взгляните на стол, возле каждого прибора стояли маленькие бутылочки с молоком. Разве вы не прочли в предвозительном билете? Это обед ассорти по-американски в честь наших великих американских союзников. Ассорти? Приятель, неужели вы не знаете, что такое ассорти? Вам суют под нос всю еду сразу и все на одной тарелке. Жареную индейку, клюквенное варенье, сосиски, морковь, мелко настроганный картофель. Терпеть не могу картофель по-французски, но когда подают ассорти, выбирать не приходится. Выбирать не приходится? Ешь, что дают, это и есть демократия. Доктор Браун пригласил гостей к столу. Уормолт надеялся, что их рассадят по национальностям и Картер окажется рядом. Но слева от него сел незнакомый скандинав, который мрачно уставился на свою бутылочку с молоком. Уормолт подумал, ну и здорово же все подстроено, ведь и до молока опасно дотрагиваться. А вокруг стола ужасновали официанты, разнося краба по-мавритански. Тут он с облегчением заметил, что Картер сидит напротив. Даже его вульгарность казалась сейчас Уормолту якорем спасения. На него можно было положиться, как можно положиться на английского полицейского, ведь знаешь наперед каждую его мысль. Нет, сказал Уормолт официанту краба, я не хочу. И умно делайте, что не едите эту ерунду, подхватил мистер Макдугал. Я и сам не ем краба, не идет под виски. А теперь если вы отопьете немного воды со льдом и протянете мне под столом стакан, у меня найдется в кармане фляжка, которой хватит на нас двоих. Уормолт протянул было руку к стакану, но тут его взяло сомнение, кто такой этот Макдугал. Раньше он его никогда не видел, да и в отъезде Макентайра он слышал впервые. Разве не могли они отравить воду в стакане, а то и виски в фляжки. Почему уехал Макентайр, спросил он, не выпуская из руки стакана. Да просто так, сказал мистер Макдугал, взял и уехал от печка воды. Не хотите же вы совсем утопить в ней виски? Это самое лучшее шотландское солодовое. Я не пью так рано, спасибо. Правильно делайте, если не доверяете здешней воде, как-то двусмысленно, сказал мистер Макдугал. Я и сам пью, неразбавленный. Если не возражаете, мы оба будем пить из колпачка моей фляжки. Нет, права нет, днем я не пью. Это англичане, они шотландцы выдумали особые часы, когда можно пить. Скоро они придумают часы, через стол. А я вот выпить не прочь, моя фамилия Картер. И Ормолд с облегчением увидел, как Макдугал наливает виски Картеру. Одно из его подозрений отпало, кому нужно травить Картера. А все-таки подумал он, есть что-то подозрительное в том, как Макдугал хвастает своим шотландским происхождением. Тут попахивает подделкой, как Катасиана. Асиан легендарный народного эпоса, якобы живший в третьем веке. Свенсон резко провозгласил мрачный скандинав, прикрытый шведским флажком. Впрочем, Ормолд только предполагал, что флажок шведский, он никогда не мог с уверенностью отличить национальные цвета скандинавских стран. Уормолд представил сон. Какого черта они расставили это молоко? Мне кажется, сказал Ормолд, доктор Браун слишком педантично соблюдает сказал Картер. Не думаю, чтобы у доктора Брауна было так уж развито чувство юмора. А чем вы занимаетесь мистер Ормолд, спросил швед. Кажется, мы с вами не встречались, хотя я вас и знаю в лицо. Пылесосами. А вы? Стеклом. Вы же знаете, шведское стекло лучшее в мире. Какой вкусный хлеб. Вы не едите хлеба? Вся его беседа, вероятно, была приготовлена заранее с помощью разговорника. Больше не ем. От него, говорят, толстеют. Я бы лично сказал, что вас подкормить не мешает. Свенсон разразился мрачным хохотом, прозвучавшим как жалкая попытка оживить глухую полярную ночь. Простите, я говоря вас так точно выгусь. В том конце стола, где сидел генеральный консул, начали разносить тарелки с ассорти. Макдугал ошибся насчет индейки. Вместо нее подавали жареного цыпленка. На его пророчество насчет сосисок, моркови и картофеля оправдалось. Доктор Браун немного отстал от своих гостей, он все еще ковырял краба по-мавритански. Видно, генеральный консул задержал его глубокомысленным разговором и загипнотизировал блеском толстых стекол своих очков. Двое официантов обходили стол. Один собирал остатки краба, другой расставлял тарелки с ассорти. Только генеральный консул решился откупорить свое молоко. Слово «даллес» уныло донеслось в дальний конец стола, где сидел Уормолд. Подошел официант с двумя тарелками. Одну он поставил перед скандинавом, другую перед Уормолдом. Тому пришло в голову, что вся эта история с покушением может оказаться глупым розыгрышем. А вдруг Гаторн просто шутник, а что касается доктора Гассельбахера, он вспомнил, как Милли спросила, морочил ли ему когда-нибудь голову доктор Гассельбахер. Иногда легче поставить жизнь на карту, чем выставить себя на посмешище. Ему захотелось довериться Картеру и услышать его трезвый совет. Но взглянув на свою тарелку, он заметил нечто странное. На ней не было моркови. Он поторопился сказать, вы, кажется, не любите моркови, и подсунул тарелку Макдугалу. Нет, я не люблю картофель по-французски, поправил его Макдугал и передал тарелку дальше люксембургскому консулу. Люксембургский консул, поглощенный беседой с сидевшим против него немцем, рассеянно передал тарелку соседу. Такая же вежливость одолела всех, кого еще не обслужили, и тарелка быстро доплыла к доктору Брауну, у которого в эту минуту забирали остатки краба. Увидев, что происходит, Метродотель погнался вдоль стола за тарелкой, но она далеко его опередила. Уормолт остановил официанта, вернувшегося с новыми порциями ассорти, и взял одну из них. Вид у официанта был смущенный. Уормолт принялся есть с аппетитом. Отличная морковка, сказал он. Метродотель вертелся возле доктора Брауна. Извините, доктор Браун, сказал он, вам не положили моркови. Я не люблю морковь, ответил доктор Браун, отрезая кусочек цыпленка. Простите, сказал Метродотель, выхватив у доктора Брауна тарелку. Ошибка кухни. С тарелки в руках, словно церковный жертвований, он шествовал через зал к служебному выходу. Макдугал потягивал свой виски. Пожалуй, теперь рискну и я выпить глоточек, сказал Уормолт, ради праздника. Вот, молодец, с водой или чистого. Можно мне взять вашу воду? В мою попала муха. Конечно! Уормолт отпил из стакана две трети и протянул его Макдугалу. Тот великодушно плеснул ему двойную порцию виски из своей фляжки. Берите, я вам потом долью. Вы от нас отстали, сказал он. Уормолт снова ощущал под ногами твердую почву доверия. Он почувствовал какую-то нежность к соседу, которого несправедливо заподозрил. Нам с вами надо будет увидеться еще, сказал он. Какая польза была бы от банкетов, если бы они не сближали людей друг с другом? Да, не будь этого банкета, я не встретил бы ни вас, ни Картера. Все трое выпили снова. Вы оба должны познакомиться с моей дочерью, сказал Уормолт. От виски у него потеплело на сердце. Как идут дела? Не так уж плохо, расширяем штат. Доктор Браун постучал по столу, призывая к тишине. Надеюсь, громко сказал Картер своим неукротимым натвическим голосом, согревавшим сердце не хуже виски, надеюсь, что к тостам они подадут спиртное. Не надейтесь, дружище, сказал Макдугал, будут речи, а не тосты, и придется слушать этих ублюдков без капли алкоголя. Я один из этих ублюдков, сказал Уормолт. Вы будете говорить речь в качестве старейшего члена нашего общества. Очень рад, что вы дожили до этой минуты, сказал Макдугал. Доктор Браун предоставил слово американскому генеральному консулу, и тот начал свою речь. Он говорил о духовных узах, связывающих демократические страны. Видно, он причислял к ним и Кубу. Торговля важна постольку, поскольку без нее нет и духовных уз, а может быть, и наоборот. Он говорил об американской помощи слаборазвитым странам, которая позволит им покупать больше товаров, а покупая больше товаров, крепить духовные узы. Где-то в недрах гостиницы скулила собака, и Медридотель жестом приказал закрыть дверь. Американскому генеральному консулу доставило истинное удовольствие приглашение на сегодняшний обед, где он получил возможность встретить ведущих деятелей европейской торговли и таким образом укрепить духовные узы. Уормалду еще два раза подливали виски. А теперь, сказал доктор Браун, я хочу предоставить слово старейшему члену нашего общества. Речь идет, конечно, не о его возрасте, а о долгих годах, которые он прослужил на благо европейской торговли в этом прекрасном городе, господин министр. Он поклонился другому своему соседу, смуглому, косоглазому человеку, где мы имеем честь и счастье быть вашими гостями. Вы все знаете, что я говорю о мистере Уормалде. Он поспешно заглянул в бумажку о мистере Джеймсе Уормалде, гаванском представителе фирмы FastCleaners. Макдугал заметил, мы прикончили фляжку, вот обида, как раз, когда вам нужно выпить для храбрости. Картер сказал, я ехал сюда тоже не с пустыми руками, но выпил почти все в самолете, в моей фляжке остался только один стаканчик. Сам Бог велел отдать все, что у вас есть нашему приятелю, сказал Макдугал. Ему это сейчас нужнее, чем нам. А доктор Браун продолжал, мистер Уормалд символ безупречного служения своему делу, символ скромности, спокойствия, упорства и работоспособности. Враги наши часто рисуют коммерсанта горластым наглецом, который любыми средствами старается всучить бесполезный, никчемный, а то и вредный товар. Такое представление не имеет ничего общего с действительностью. Уормалд сказал, вот спасибо, Картер, глоточек мне сейчас совсем не повредит. Не привык ли говорить речи? Да дело не только в этом. Он перегнулся через стол к его ничем не примечательному лицу натвического обывателя. Сейчас на этом лице будет написано желание его успокоить и веселое недоверие человека, с которым ничего подобного никогда не случалось. Да, Картер был поистине якорем спасения. Вы, конечно, начал Уормалд, не поверите ни единому моему слову, но он и не хотел, чтобы Картер ему поверил. Он хотел научиться у него неверию. Что-то ткнуло его в ногу и, взглянув вниз, он увидел гордочку таксы с длинными ушами, похожими на локоны. Она выпрашивала подачку. Видно, собака незаметно для официантов проскользнула через служебную дверь и спряталась под столом. Картер пододвинул Уормалду небольшую фляжку. На двоих здесь не хватит петь и все. Большое спасибо, Картер. Он отвинтил колпачок и вылил в свой стакан содержимой фляжки. Самый обыкновенный Джонни виски. Без всяких выдумок. Доктор Браун говорил, если кто-нибудь может рассказать от имени всех собравшихся о долгих годах терпелив во служение коммерсанта на благо общества, это, безусловно, мистер Уормалд, и я предоставляю ему слово. Картер подмигнул и поднял воображаемый бокал. Глотайте скорее, сказал он, промочите горло. Уормалд поставил виски на стол. Как вы сказали, Картер? Я сказал, пейте быстрее. Нет, вы не то сказали, Картер. Как он раньше не заметил этого легкого заикания на гортанных звуках? Может быть, Картер, зная за собой этот недостаток, нарочно избегал слов, которые начинались на Г, и выдавал себя лишь в те минуты, когда им владели надежда или гнев? В чем дело, Уормалд? Уормалд опустил руку под стол, чтобы погладить собаку, и словно ненароком сбросил на пол стакан. А вы притворялись, будто не знаете доктора. Какого доктора? Вы зовете его Г-Гасельбахер? Мистер Уормалд снова провозгласил на весь зал доктор Браун. Уормалд неуверенно поднялся на ноги, не получив ничего более вкусного, собака лакала пролитый виски. Уормалд сказал, спасибо, что вы предоставили мне слово, какими бы мотивами вы не руководствовались. Послышался вежливый смешок, это его удивило, он не собирался шутить. Это мое первое публичное выступление, а в какую-то минуту было похоже на то, что оно станет и моим последним. Он поймал взгляд Картера. Картер нахмурился. Уормалд испытывал ощущение какой-то неловкости за то, что остался жив, словно напился в обществе. Может, он и в самом деле пьян. Он сказал, не знаю, есть ли у меня здесь друзья, но враги есть безусловно. Кто-то произнес позор, а несколько человек рассмеялись. Если так будет продолжаться, он еще прослывет остряком. В наши дни всем прямо уши прожужжали о холодной войне, но всякий коммерсант вам скажет, что война между двумя промышленными фирмами может быть очень горячей. Возьмите фирмы Fast Cleaners и New Cleaners. Между их пылесосами не больше разницы, чем между русским немцем или англичанином. Не было бы ни конкуренции, ни войны, если бы не аппетиты кучки людей в этих фирмах. Это они, зачинщики конкуренции вражды, это они заставляют мистера Картера и меня хватать друг друга за глотку. Теперь уже никто не смеялся. Доктор Браун шептал что-то на ухо генеральному консулу. Уормолд поднял фляжку Картера и сказал, «Мистер Картер наверно даже не знает имени человека, пославшего его отравить меня на благо своей фирмы». Снова раздался смех, в нем звучало облегчение. «Побольше бы нам такого яду», сказал Макдугал. И вдруг раздался собачий виск. Такса покинула свое убежище и метнулась к служебному выходу. «Макс!» закричал Медродотель. «Макс!» Наступила тишина. Потом кто-то неуверенно захихикал. Собака едва перебирала ногами. Она визжала и старалась укусить себя за грудь. Медродотель настиг его дверь и хотел схватить, но она взвыла точно от боли и вырвалась у него из рук. «Клюкнуло лишнего», неуверенно сказал Макдугал. «Простите, доктор Браун сказал Уормолт, представление окончено». Он поспешил за Медродотелем через служебный выход. «Стойте!» «Что вам угодно?» «Я хочу знать, куда девалась моя тарелка». «Что вы, сэр, какая тарелка?» «Вы очень беспокоились, чтобы моя тарелка не досталась кому-нибудь другому». «Не понимаю». «Вы знали, что еда была отравлена?» «Вы хотите сказать, сэр, что пища была не свежая?» «Я хочу сказать, что еда была отравлена, а вы изо всех сил старались спасти жизнь доктору Брауну, но отнюдь не мне». «Простите, сэр, я не понимаю, я занят, извините». По длинному коридору, который вел на кухню, несся собачий вой, негромкий, отчаянный вой, прерывавшийся пронзительным визгом. Медродотель крикнул «Макс!» и побежал по коридору совсем по-человечески. Он распахнул дверь на кухню. «Макс!» Такса, скорчившись, лежала под столом. Она подняла грустную морду и через силу поползла к Медродотелю. Человек в поварском колпаке сказал «Он ничего здесь не ел, ту тарелку мы выбросили». Собака свалила сунок Медродотеля как груда требухи. Медродотель опустился рядом с ней на колени. Он «Дитя моё, дитя моё!» Черное тело на полу выглядело продолжением его черного фрака. Собака не была плотью от плоти его, но они вполне могли быть выкроены из одного куска сукна. Вокруг теснилась кухонная прислуга. Черный тюбик вздрогнул и из него как зубная паста полез розовый язык. Медродотель погладил собаку и поднял взгляд на Уормалда. Глаза, в которых блестели слезы, укоряли его в том, что он стоит здесь живой, а собака околела. В душе у Уормалда шевельнулось желание извиниться, но он повернулся и вышел. Дойдя до конца коридора, он бросил взгляд назад, черная фигура стояла на коленях возле черной собаки, над ними весь в белом склонился шеф-повар, а рядом словно плакальщики возле свежей могилы застыла кухонная прислуга. Они держали мочалки, кастрюли и тарелки, точно венки. Моя смерть, подумал он, была бы куда менее торжественной. «Я вернулся», сказал он Гатрисе, «и не пал в бою, я вернулся победителем, пала собака». Глава четвертая. Капитан Сигура сказал, «Хорошо, что вы одни, у вас ведь никого нет, ни души. Надеюсь, вы не возражаете, я поставил двоих полицейских у двери, чтобы нам не помешали». «Как это понять, я арестован? Что вы, конечно, нет, Милли и Беатриса ушли в кино, они будут удивлены, если их не пустят домой. Я задержу вас очень ненадолго, у меня к вам два дела, одно важное, другая пустая формальность. Можно начать с главного? Пожалуйста. Я хочу мистеру Орнолд просить у вас руки вашей дочери. Неужели для этого нужно ставить часовых у дверей? Так удобнее, нас никто не побеспокоит. А вы уже говорили с Милли. Я никогда бы себе этого не позволил, не поговорив предварительно с вами. Надеюсь, даже по здешним законам вам необходимо мое согласие на брак. Этого требует не закон, а простая вежливость. Можно закурить. Прошу вас, скажите, ваш портсигар действительно из человеческой кожи? Капитан Сигура рассмеялся. Ах, мили-мили, вот насмешница. Он прибавил уклончиво. Неужели вы в это верите, мистер Ормолд? Может быть, он не любил врать в глаза. Вероятно, Сигура был верующим католиком. Она слишком молода для замужества, капитан. У нас в стране рано выходят замуж. Я уверен, что ей еще не хочется замуж. Но вы могли бы повлиять на нее, мистер Ормолд. Вас тут зовут Кровавым Стервятником? На Кубе это лесное прозвище. Да, но положение у вас непрочное. Вы, видно, нажили немало врагов. Я кое-что скопил и могу обеспечить мою вдову. В этом смысле мое положение куда надежнее вашего, мистер Ормолд. Ваше дело вряд ли приносит вам большой доход, а ведь оно в любую минуту может быть прикрыто. Прикрыто? Я уверен, что дурных намерений у вас нет, но вокруг вас все время что-то случается. Если вам придется спешно покинуть страну, разве не лучше оставить дочь хорошо пристроенной? А что случилось, капитан Сигура? Разбилась машина, неважно как это произошло, было совершено покушение на бедного инженера Сифуэндеса, друга министра внутренних дел, профессор Санчес жаловался, что вы ворвались к нему в дом и угрожали ему. Ходят даже слухи, что будто вы отравили собаку. Я отравил собаку? По-моему, это смешно, но митродотель гостиницы Националь говорит, что вы напоили его собаку отравленным виски. Зачем вам было давать собаке виски? Не понимаю. И он не понимает. Может быть, потому, что собака была немецкая? Ну, что вы на это скажете, мистер Уормолт? Да я просто не знаю, что вам ответить. Он был в ужасном состоянии, бедняга. Если бы не это, я бы его сразу выгнал. Нечего морочить мне голову. Он говорит, что потом вы пришли на кухню позлорадствовать. Как это на вас не похоже, мистер Уормолт? А я -то всегда вас считал человеком гуманным. «Прошу вас, скажите мне, что в этой истории нет ни капли правды?» Собакой в самом деле была отравлена. Виски она выпила из моего стакана. Но предназначалось это виски для меня, а не для собаки. «Кому понадобилось вас травить мистер Уормолт?» «Не знаю». «Удивительная история. Еще хуже той, что рассказал метр дотель, но они опровергают друг друга. Никакого яда, видно, не было, и собака умерла своей смертью. Насколько я знаю, она была старой. Однако, согласитесь, мистер Уормолт, вокруг вас все время случаются какие-то неприятности. А вы часом не один из тех мальчуганов, о которых я читал в английских книжках? Сами-то они тихони, но подбивают на всякие проказы домового». «Очень может быть. А вы знаете здешних домовых?» «Кое-кого знаю, кажется, уже подошло время изгнать эту нечисть. Я готовлю докладную записку президенту». «А я в ней буду упомянут?» «Не обязательно. Поверьте, мистер Уормолт, я скопил приличную сумму. Если со мной что-нибудь случится, Милли сможет жить в достатке. А произойдет революция, мы проживем и в Майами». «Зачем вы мне все это рассказываете? Ваше материальное положение меня не интересует». «Ну, так принято, мистер Уормолт. Ну, а насчет здоровья, оно у меня превосходное, могу показать врачебные свидетельства, и с потомством все будет благополучно, не раз проверено». «Вот как? Да, ваша дочь может быть спокойна, о будущем наших детей я тоже позабочусь. Моя теперешняя содержанка меня никак не связывает, я знаю протестанты щепетильно в таких вопросах». «Да, я не совсем протестант, а ваша дочь, к счастью, католичка, ей был мистер Уормолт, это вполне подходящий брак». «Милли только 17 лет, в этом возрасте легче всего рожать, значит, вы мне разрешаете с ней поговорить?» вам нужно мое разрешение?» «Так будет куда приличнее». «Ну, а если бы я сказал нет?» «Я, конечно, постарался бы вас переубедить». «Вы как-то говорили мне, что я не принадлежу к классу пытаемых». Капитан Сигура ласково положил руку Уормолту на плечо. «У вас такое же чувство юмора, как у Милли, но, говоря серьезно, если возникнет вопрос о невозможности продлить вам вид на жительство, я вижу, вы настроены решительно. Ну что ж, если хотите, можете с ней поговорить. У вас найдется подходящий случай, когда вы будете провожать ее из школы». «Но, милая девушка разумная, по-моему, вам не на что надеяться». «Тогда мне придется прибегнуть к вашей помощи». «Вы удивительно старомодна, капитан Сигура. Отец в наши дни не пользуется никаким авторитетом. Вы, кажется, говорили, что у вас есть ко мне важное дело». Капитан Сигура поправил его сукоризной. «Важное дело я вам изложил. Второй вопрос пустая формальность. Вы не заедете со мной в чудо-бар?» «Зачем?» «Небольшой отделец, связанный с полицией. Не беспокойтесь, ничего страшного. Хочу попросить вас оказать мне маленькое одолжение, мистер Ормолд». Они отправились в ярко-красной спортивной машине капитана Сигуры в сопровождении двух мотоциклистов спереди и сзади. Казалось, все чистильщики сапог прибежали с бульвара на улицу Вердудес. По обе стороны двери чудо-бара стояли полицейские, над головой висело палящее солнце. Мотоциклисты соскочили на землю и стали разгонять толпу чистильщиков. Из бара выбежало еще несколько полицейских, они выстроились, охраняя капитана Сигуру. Уормал пошел за ним. Как и всегда в это время дня жалюзи поскрипывали от морского ветерка, бармен стоял не там, где ему положено, а перед стойкой, вид у него был перепуганный. Из разбитых бутылок за его спиной все еще капало, но они уже давно опустили. Какое-то тело лежало на полу, его загораживали полицейские, но ботинки были видны, грубые, чиненные, перечиненные ботинки небогатого старика. Пустая формальность, сказал капитан Сигура, нужно опознать труп. Уормалду незачем было видеть лицо, однако полицейские раступились, чтобы он мог посмотреть на доктора Гассельбахера. Это доктор Гассельбахер, сказал он, вы его знаете не хуже меня. В таких случаях полагается соблюдать формальности, сказал Сигура, опознание трупа посторонним свидетелем. Кто это сделал? Трудно сказать, ответил Сигура, вам, пожалуй, стоит выпить виски. Эй, бармен, не надо, дайте мне дайквири, мы с ним всегда пили дайквири. Какой-то человек вошел в бар и стал стрелять. Две пули пролетели мимо. Мы, конечно, не упустим случай повлиять на общественное мнение за границей и заявим, что это дело рук повстанцев из ориента, а может и в самом деле были повстанцы. Лицо смотрело на них с пола совершенно невозмутимо. Оно казалось таким бесстрастным, что слова покой или страдания были к нему неприменимы. С ним как будто никогда ничего не случалось. это было лицо еще неродившегося человека. Когда будете его хоронить, положите на гроб каску. Какую каску? У него дома вы найдете старую форму улана. Он был человек сентиментальный. Как странно, что доктор Гастельбахер пережил две мировые войны, дождался так называемого мира и умер в конце концов той же смертью, какой мог умереть в битве на Соме. Вы отлично знаете, что повстанцы тут ни при чем, сказал Уормолт. Но эта версия нам удобна. Опять проказничают домовые. Не вините себя понапрасну. Он предупредил меня, чтобы я не ходил на банкет, и Картер это слышал, да и все они это слышали, вот его и убили. А кто такие они? У вас же есть список. В нем нет никакого Картера. Спросите Медрозотели его-то вы наверняка можете пытать, я возражать не стану. Он немец, и у него влиятельные друзья, с чего бы ему вас травить? Они думают, что я им опасен. Я вот дурни, дайте мне еще одно, дай Квири. Я всегда выпивал с ним два, прежде чем вернуться в магазин. А вы мне покажете ваш список Сигура? Тестю покажу, пожалуй. Тестю полагается доверять. Статистики могут печатать свои отчеты, исчисляя население сотнями тысяч, но для каждого человека город состоит всего из нескольких улиц, нескольких домов, нескольких людей. Уберите этих людей, и города, как не бывало, останется только память, а перенесенные боли, словно у вас ноет уже отрезанная нога. Пожалуй, пора складывать чемоданы и уезжать отсюда, подумал у Ормолд настало время покинуть развалины Гаваны. Знаете, а ведь это только подтверждает то, что я вам пытался втолковать, сказал Сигура. На его месте могли лежать вы. Милли должна быть ограждена от подобных сюрпризов. Да, сказал Ормолд, придется мне об этом подумать. Когда он вернулся домой, полицейских в магазине уже не было. Лопес куда-то ушел. Слышно было, как Руди возится со своей аппаратурой. В квартире то и дело раздавался треск атмосферных разрядов. Он сел на кровать. Три смерти, неизвестный по имени Рауль, такса по кличке Макс и старый доктор по фамилии Гассельбахер. Причиной всех трех смертей были он и Картер. Картер не замышлял смерти Рауля и собаки, но судьбу доктора Гассельбахера решил он. Это была карательная мера смерть за жизнь, поправка к Моисееву закон. В соседней комнате разговаривали Беатриса и Милли. И хотя дверь была открыта, он плохо слышал, о чем они говорили. Он стоял на границе неведомой ему до сих пор страны, которая звалась насилие. В руках у него был пропуск, профессия шпион, особая примета одиночества, цель поездки убийства. Виза туда не требовалась, бумаги его были в порядке. А по эту сторону границы слышали с голоса, говорившие на знакомом ему языке. Беатриса сказала, нет, гранатовый цвет нехорош. Это для женщин постарше. Милли сказала, в последнем триместре надо ввести урок косметики. Я представляю себе, как сестра Агнеса говорит, одну капельку ночи любви за ухо. Попробуйте этот алый тон. Нет уголки, рта не мажьте. Дайте я вам покажу. Ормалд думал, у меня нет ни мышьяка, ни цианистого калия, да и случая выпить с ним, наверное, не представится. Надо было тогда насильно влить ему в глотку виски. Легче сказать, чем сделать. Это ведь не трагедия Шекспира, да и там бы понадобилась отравленная шпага. Вот, понимаете теперь, как это делается? Румяна. Зачем вам румяна? Какими духами вы душитесь? Под ветром. Гастель Бахера не застрелили. Но у меня нет пистолета, думал Ормалд, а ведь пистолет должен входить в инвентарь нашей конторы, как сейф, листы целулоиды, микроскоп и электрический чайник. Он ни разу в жизни не держал в руках пистолета. Но это не беда, надо только подойти к Картеру поближе, чем от той двери, из-за которой доносятся голоса. Давайте сходим вместе в магазин. Вам, наверное, понравится запах нескромных. Это Ланвен. Ну, судя по названию, у них не больно-то много темперамента. Вы еще совсем молоденькая, вам не нужен покупной темперамент. Но мужчину нужно подзадорить, сказала Миле. Вам достаточно на него поглядеть. Да ну. Ормолд услышал смех Беатрисы и с удивлением посмотрел на дверь. Мысленно он давно пересек границу и совсем забыл о том, что он еще здесь по эту сторону с ними. Ну, до такой степени их подзадоривать не стоит, сказала Беатриса. Вид у меня томный, скорее пылкий. А вам скучно от того, что вы не замужем, спросила Миле. Если вам хочется спросить, скучаю ли я по Питеру, нет, не скучаю. А когда он умрет, вы опять выйдете замуж? Вряд ли я буду так долго ждать, ему только сорок. Ах, да, у вас ведь, наверное, разрешается выходить во второй раз замуж, если это можно назвать браком. По-моему, это самый настоящий брак. Мне-то придется выйти замуж раз и навсегда. вот ужас. Большинство из нас всякий раз думает, что выходит замуж раз и навсегда. Мне куда удобнее быть любовницей. Вряд ли вашему отцу это понравится. А почему? Если бы он опять женился, он бы и сам оказался в таком положении, и она ему была бы не настоящая жена, а любовница. Правда, он всегда хотел жить только с мамой. Он мне сам это говорил. Вот у них был настоящий брак. Даже доброму язычнику и тому не дано нарушать закон. Вот и я раньше думала только о Питере. Милый деточка, не позволяйте им сделать вас жестокой. Кому им? Монахиням? А? Ну они со мной об этом не разговаривают. Никогда. В конце концов можно прибегнуть и к ножу. Но для этого нужно очень близко подойти к Картеру, а это вряд ли удастся. Милли спросила, вы любите моего папу? Он подумал, когда-нибудь я вернусь и решу все эти вопросы, но сейчас у меня есть дело поважнее. Я должен придумать, как убить человека. Наверное, есть такие руководства, труды, где сказаны, как сражаются голыми руками. Он поглядел на свои руки, они не внушали доверия. Беатриса сказала, почему вы об этом спрашиваете? Я видела, как вы на него смотрели. Когда? Помните, когда он вернулся с банкета? А может, вам просто было приятно, что он произнес там речь? Да, очень приятно. Нехорошо, сказал Эмиль. Вам стыдно его любить? Ормол сказал себе, если я смогу его убить, я убью его с чистой совестью. Я убью его для того, чтобы доказать, нельзя убивать и не быть убитым в отместку. Я не стану убивать его из патриотизма, я не буду его убивать за капитализм, за коммунизм, за социал-демократов, за процветание. Чье процветание я убью Картера за то, что он убил Гассельбахера? Родовая месть в старину была куда более разумным мотивом для убийства, чем любовь к Англии или пристрастие к какому-нибудь экономическому строю. Если я люблю или ненавижу, позвольте мне считать любовь или ненависть моим личным делом. Я не желаю быть 59 200 и дробь 5 ни в какой глобальной войне. А если бы я его любила, что тут плохого? Он женат. Миле, детка, берегите с общих правил. Если Бог есть, то не он создал общие правила. Вы его любите? Я этого не сказала. Нет, единственный способ это застрелить его. Но где достать пистолет? Кто-то вошел в дверь. Он даже не поднял головы. Приемник Руди истошно завопил в соседней комнате. Голос Миле произнес. Мы не слышали, как ты вернулся. Он сказал, я хочу тебя кое о чем попросить, Миле. Ты подслушивал? Беатриса спросила, что-нибудь случилось? Что-нибудь неладно? Несчастный случай. С кем? с доктором Гассельбахером. Серьезный? Да. Ты боишься сказать нам правду? спросила Миле. Да. Бедный доктор Гассельбахер. Да. Я попрошу капеллана отслужить победне за каждый год, который мы с ним дружили. Напрасно он старался поделикатнее сообщить Миле о смерти доктора, ведь смерть в ее глазах переход к райскому блаженству. Когда веришь в рай, мстить бесполезно, но у него нет этой веры. В христианине милосердие и всепрощение не добродетели, они даются ему слишком легко. Он сказал, приходил капитан Сегор, он хочет, чтобы ты вышла за него замуж. За такого старика? Никогда больше не сяду к нему в машину. Я тебя прошу сделать это еще раз. Завтра скажи ему, что мне надо его видеть. Зачем? Я хочу сыграть с ним в шашки в десять часов. Тебе с Беатрисой придется на это время куда-нибудь уйти. А он ко мне не будет приставать? Нет, ты ему скажи, чтобы он пришел поговорить со мной. Скажи, чтобы принес свой список. Он поймет. А потом мы едем домой в Англию. Оставшись вдвоем с Беатрисой, он сказал, ну вот, скоро нашей конторе конец. Почему? Может быть, нам удастся окончить свои дни с честью, если я раздобуду список действующих здесь иностранных агентов, включая и нас с вами? Ну нет, мы с вами никогда не действовали. Не понимаю. У меня нет тайных агентов, Беатрис, ни одного. Гассельбахера убили зря, в горах Ориента нет никаких сооружений. Характерно, что она не выказала ни малейшего удивления. То, что он ей сообщил, ничем не отличалось от любых сведений, которые ей надлежало занести в картотеку. Оценка этих сведений будет произведена главным управлением в Лондоне. Он сказал, я понимаю, ваш долг немедленно сообщить об этом начальству, но я буду вам очень благодарен, если вы подождете до послезавтра. Тогда, надеюсь, мы добавим к этому что-нибудь настоящее. Если вы к тому времени будете живы, конечно, я буду жив. Что вы задумали? У Сигуры есть список иностранных агентов. Нет, вы задумали совсем не это, но если вы умрете, сказала она, ему показалось, что голос ее звучит гневно, что же, как говорится, о мертвых говорят только хорошее и так далее. Если со мной что-нибудь случится, я не хочу, чтобы вы узнали из этих липовых карточек, каким я был мошенником. Но Рауль, ведь Рауль-то должен был существовать. Бедняга, вот, наверное, удивлялся, поехал покататься, как обычно, по-видимому, и пьян был тоже, как обычно, надеюсь, что был пьян. Но он существовал. Надо же было мне назвать какое-то имя. Почему я взял имя Рауль, теперь уж и сам не помню. А чертежи? Я снял их с пылесоса атомный котел. Ну, теперь всем забавам конец. Будьте добры, напишите за меня мое признание, а я подпишу. Я очень рад, что они не сделали ничего дурного с Тересой. Беатриса засмеялась. Она опустила голову на руки и смеялась. Она сказала, ох, да чего же я вас люблю. Все это вам кажется ужасно глупым, правда? Глупыми кажутся мне наши в Лондоне и Генри Гаторн. Неужели вы думаете, что я бросила бы Питера, если бы он хоть раз, хоть один единственный раз оставил в дураках ЮНЕСКО? Но ЮНЕСКО было для него святыней. Конференции по вопросам культуры были святыней. Он никогда не смеялся. Дайте мне носовой платок. Да вы плачьте. Я смеюсь. Эти чертежи. Один из них пульверизатор, а другой двусторонний наконечник. Вот не думал, что специалисты не догадаются. Специалисты их и не видали. Не забывайте, ведь это разведка, надо оберегать источники. Мы не можем допустить, чтобы подобные документы попадали в руки знающим людям. Дорогой вы мой. Вы сказали дорогой? У меня просто такая манера. Помните Тропикану? Как там он пел? Я еще не знала, что вы мой хозяин, а я ваш секретарь. Вы для меня были просто милым человеком с красивой дочкой. И я вдруг поняла, что вы сейчас наделаете каких-то отчаянных глупостей с этой бутылкой шампанского. А я так смертельно устала от здравого смысла. Но меня вряд ли можно назвать человеком отчаянным. Они утверждают, что круг это круг, и мое безрассудство их просто бесит. Будь я человеком отчаянным, стал бы я продавать пылесосы. А я говорю, что ночь это день и нету во мне никакой корысти. Неужели вы не знаете, что такое верность, как и я? Нет, вы человек верный. Кому? Миле. Плевать мне на людей верных тем, кто им платит, тем, у кого они служат. Не думаю, чтобы даже моя страна заслуживала верности. В наших жилах смешано слишком много разной крови. Но если мы любим, в сердце у нас только один человек, правда? Разве на свете творилось бы столько гадостей, если бы мы были верны тому, что любим, а не каким-то странным? гадостей. сказал, боюсь, что у меня могут отнять паспорт. Пусть попробуют. Все равно, сказал он, теперь мы оба без работы. Глава пятая. Входите, капитан Сигура. Капитан Сигура сиял, сапоги его сияли, пуговицы сияли, и только что припомаженные волосы тоже сияли. Он был словно начищенный до блеска оружия. Он сказал, я ужасно обрадовался, когда Милли передала мне ваше приглашение. Нам с вами о многом нужно переговорить, но сперва давайте сыграем. Сегодня я вас непременно побью. Сомневаюсь, мистер Уормолд, я покуда еще не обязан выказывать вам сыновнее почтение. Уормолд раскрыл шашечницу. Потом он расставил на ней двадцать четыре маленькие бузылочки виски, двенадцать пшеничного против двенадцати шотландского. Это еще что? Выдумка доктора Гассельбахера. Мне хочется, чтобы мы сыграли одну партию в память о нем. Тот, кто берет шашку, ее выпивает. Хитро придумано, мистер Уормолд, так как я играю лучше, я больше пью, а потом я вас догоню и в выпивке тоже. Я бы предпочел играть обыкновенными шашками. Боитесь остаться битым или голова у вас слабая? Голова у меня не слабее, чем у других, но выпив, я могу вспылить. Мне было бы неприятно поссориться с будущим тестем. Милли все равно не выйдет за вас замуж, Сигура. Это нам еще надо обсудить. Вы играете пшеничным, пшеничное крепче шотландского, у вас будет преимущество. Я в нем не нуждаюсь, я буду играть шотландским. Сигура повернул шашечницу и сел. Почему вы не снимите пояс, вам будет удобнее. Сигура положил пояс с кобурой на пол возле себя. Ладно, я буду сражаться с вами голыми руками, сказал он весело. Пистолет у вас заряжен. Конечно, мои враги не дадут мне времени зарядить пистолет. Убийцу Гастельбахера нашли? Нет, он не из уголовного мира. Это Картер? После того, что вы мне сказали, я, конечно, навел справки. Во время убийства он был с доктором Брауном. А разве мы можем не верить президенту Европейского коммерческого общества? Значит, и доктор Браун числится у вас в списке. Разумеется. Ну, а теперь начнем. Как это знает каждый игрок, шашечница пересекается по диагонали над воебольшой дорогой. Это линия обороны. Тот, кто держит под обстрелом эту черту, берет в свои руки инициативу. Пересечь ее, значит, перейти в атаку на противника. Сигура выбрал дебют вызов и уверенно начал игру, двинув бутылочку в центр доски. Он не обдумывал ходов. Он едва глядел на доску, раздумывал и медлил у Ормолд. «Ормолд». «Где милей?» спросил Сигура. «Ушла». «И ваша прелестная секретарша тоже?» «Да, они ушли вдвоем». «Положение у вас самого начала неважное», сказал капитан Сигура. Он ударил в центр обороны у Ормолда и выиграл старого Тейлора. «Ну что ж, выпьем первую», сказал он и осушил бутылочку. Ормолд отважился на ответный маневр, чтобы взять противника в клещи и сразу же потерял еще бутылочку на этот раз старого Форстера. На лбу Сигуры выступили капельки пота. Выпив, он откашлялся. Он сказал, «Уж больно смело играете, мистер Ормолд». Он показал на доску, «Вам следовало бы взять эту шашку». «Можете меня фукнуть», предложил Ормолд. Сигура призадумался. Он сказал, «Нет, лучше уж вы берите мою шашку». Марка была непривычная, Кэрингорм. Виски обожгло у Ормолду язык. Некоторое время не играли с необычайной для них осторожностью и не брали друг у друга шашек. «А Картер все еще живет в Севилбелтморе?» спросил Ормолд. «Да, вы установили за ним слежку?» «Нет, какой смысл?» Ормолд цеплялся за бортовое поле, настаивая на своем уже отбитом обходном маневре, но шансов у него оставалось немного. Он сделал неправильный ход, позволивший Сигуре двинуть защищенную шашку на поле Е5 и, потеряв возможность спасти свою шашку на поле Б6, пропустил Сигуру в последний ряд. Тот вышел в дамке. «Зевайте», сказал Сигура, «мы можем пойти на размен, но у меня дамка». Сигура выпил четыре розы, а Ормолд снял с противоположной стороны доски Хейга с ямочками. Сигура сказал, «Какой душный вечер». Он короновал свою дамку, положив на нее клочок бумаги. Ормолд сказал, «если я ее побью, мне придется выпить две бутылочки, у меня есть запасные в шкафу». «Здорово вы все предусмотрели», сказал Сигура. В его тоне Ормолду послышалось раздражение. Играл Сигура теперь в высшей степени осторожно. Заставить его взять шашку становилось все труднее, и Ормолд начал понимать, в чем слабость его затеи. Хороший игрок может победить противника, не беря у него шашек. Он взял Сигура еще одну, и его заперли. Ходить ему было некуда. Сигура вытер потный лоб. «Видите», сказал он, «победить вы не можете. Вы должны дать мне отыграться. Пшеничная виски слишком крепкая, 85 градусов. Давайте меняться, играйте теперь, пшеничным вы». На этот раз Ормолд играл черными, шотландским виски. Он заменил три выпитой бутылочки у себя и три у Сигуры. Он выбрал дебют 14-й старой, который ведет обычно к затяжной игре, ибо теперь уже знал, что единственная его надежда это раззадорить Сигуру, чтобы тот забыл об осторожности. Он снова попытался подставить партнеру шашку, но Сигура не принял хода. Казалось, он понял, что самый опасный противник не Уормолд, а его собственная голова. Он даже пожертвовал шашкой, не получив тактического преимущества, и Уормолду пришлось выпить Хайрама Уоркера. Уормолд понял, что и его голова в опасности, смесь шотландского виски с пшеничным была убийственной. Он попросил «Угостите меня сигаретой». Сигура перегнулся через стол, чтобы дать ему огня, и Уормолд заметил, как у него дрожат руки. Зажигалка не действовала, и он выругался с неожиданной злостью. «Еще две бутылочки, и он мой», подумал Уормолд. Но отдать шашку упорствующему противнику было так же трудно, как взять шашку у него. Помимо его воли, победа стала доставаться Уормолду. Он выпил Харпера и вышел в дамки. Он сказал с наигранным торжеством «Игра моя, Сигура, сдавайтесь». Сигура, нахмурившись, смотрел на доску. В желание победить и желание сохранить трезвую голову, однако голову его туманил гнев, а не только виски. Он сказал, «Ну и свинство так играть в шашки». Теперь, когда у его противника была дамка, он больше не мог рассчитывать на бескровную победу, потому что дамка обладает свободой передвижения. На этот раз он пожертвовал таверной в Кентукки, но жертва была вынуждена, и он разразился проклятиями. Вот черт, сказал он, «Да, эти штуки все разные. Стекло где-то слыха на шашках и стекла». Уормал чувствовал, что и его мысли путаются от пшеничного виски, но миг победы или поражения настал. Сигура сказал, «Зачем вы передвинули мою шашку? Нет, это красная этикетка моя. Не могу я, будь они прокляты, запомнить разницу между пшеничным и шотландским». «Бутылочки как бутылочки, вот и разбирайся в них». «Вы сердитесь, потому что проигрываете». «Я никогда не проигрываю». И тут Уормалт сделал вид, будто совершил оплошность. Он подставил под удар свою дамку. Какой-то миг ему казалось, что Сигура этого не заметил, а потом он решил, что боясь пить Сигура нарочно, опуская счастливую возможность. Однако соблазн взять дамку был велик, тем более, что это грозило Уормалту полным разгрому. Его собственная шашка выйдет в дамки и устроит врагу форменное побоище. И все же Сигура колебался. Разгоряченный от виски духоты, лицо его словно оплывало, как у восковой куклы, глаза застилал туман. Он спросил, «Зачем вы это сделали?» «Что?» «Потеряли дамку и партию». «Черт, не заметил. Я, наверное, пьян. Вы пьяны?» «Немного, но я тоже пьян. И вы знаете, что я пьян? Вы нарочно стараетесь меня споить». «Зачем?» «Не валяйте дурака. На что мне вас спаивать? Бросайте игру, пускай будет ничья». «К черту, не желаю, но я знаю, зачем вы хотите меня споить? Вы хотите показать мне список?» «Нет, вру. Вы хотите, чтобы я показал вам список?» «Какой список?» «Все вы у меня в руках, вот так. Где Милли?» «Я же вам сказал, она ушла. Сегодня же пойду к начальнику управления, всех вас возьмем в силки». «И Картера?» «А кто он такой, ваш Картер?» Он помахал пальцем перед носом у Ормалда. «Вы тоже в списке, но я-то знаю, что вы никакой не шпион, вы симулянт». «Поспали бы немножко, Сигура?» «Игра кончилась, в ничью». «Не желаю, смотрите, я бью вашу дамку». Он откупорил красную этикетку и выпил. «За дамку пьют две бутылочки», сказал Ормалд и протянул ему Донас Дейл Крим. Сигура тяжело развалился на стуле подбородок и вымотался из стороны в сторону. Он сказал, «Ну, признавайтесь, что вы побиты. Я не играю в поддавки». «И не подумай, я трезвее вас, киши». Канадская ячменная виски лорд Калверт почему-то затесала среди бутылочек пшеничного и Ормалд его проглотил. Он подумал, надо, чтобы это была последней. Если Сигура сейчас не свалится, все пропало, я буду так пьян, что не смогу нажать курок. Он, кажется, говорил, что пистолет заряжен». «Вам ничего не поможет, шепотом произнес Сигура. Все равно ваше дело каюк». Он медленно повел рукою над шашечницей, словно нес ложку с яйцом в смятку. Видите, он взял одну шашку, другую, третью. «А ну-ка выпейте, Сигура, Георг четвертый, королева Анна, горная королева». Игра кончалась по-королевски. «Ходите, Сигура, а может мне вас снова фукнуть? Пейте, бочка шестьдесят девять, еще одну, выпейте, Сигура, опора Гранта, старик Арджил, пейте, Сигура, теперь я сдаюсь». Но сдался Сигура. Уормалд расстегнул ему воротник мундира, чтобы легче было дышать, и прислонил его голову к спинке стула. Но и сам он ступал не твердо, когда шел к двее. В кармане у него лежал пистолет Сигуры. Добравшись до Севил Билтмора, он позвонил Картеру по внутреннему телефону. Видно, нервы у Картера крепкие, куда крепче, чем у него. Картеру не удалось выполнить свою миссию на Кубе, однако он не уезжал. Он выжидал своего часа как снайпер или манок для диких уток. Уормалд сказал, «Добрый вечер, Картер». «А, это вы? Добрый вечер, Уормалд». В голосе слышался холодок, в нем звучала оскорбленная добродетель. «Хочу перед вами извиниться, Картер, за эту дурацкую выходку с виски. Был здорово, пьян, да и сейчас чуточку пьян. И не люблю извиняться». «Ладно, ладно, Уормалд, ступайте, проспитесь». Еще издевался, что вы заикаетесь. Порядочные люди так не делают. Он поймал себя на том, что разговаривает как Гаторн. Лицемерие видно профессиональная болезнь. А я ни черта не понял, куда вы гнете. Я скоро сообразил, что произошло. Вы тут совершенно ни при чем. Проклятый медритотель сам отравил свою собаку. Пес был очень старый, но ей Бог же, надо было его усыпить, а не давать ему отравленные объедки. Ах, вот оно что. Спасибо, что позвонили, голубчик. Но сейчас уже поздно, я ложусь спать. Лучший друг человека. Что? Говорите громче. Цезарь, друг короля, а потом тот жесткошерстый. Помните, он пошел ко дну во время ютландского сражения. До самого конца охранял на мостике хозяина. вы пьяны, Ормолд. Куда проще изображать пьяного, когда ты выпил. Сколько же в конце концов он выпил шотландского и пшеничного. Пьяному человеку верят истина в вине. с пьяным человеком расправиться легче. Картер был бы круглым дураком, если бы не воспользовался таким удобным случаем. Ормолд сказал, а на меня как раз нашло настроение пошататься по разным местам. По каким местам? По злачным местам, по тем самым, которые вам так хотелось поглядеть. Но сейчас уже поздно. Самое подходящее время. Даже сюда, на другой конец провода, ему передалось колебание Картера. Уормолд сказал, возьмите с собой пистолет. Он вдруг почувствовал странную неохоту убивать безоружного убийцу, если только Картер окажется безоружным. Пистолет? Зачем? В таких местах тебя иногда пытаются обчистить. А почему бы вам не взять свой? А у меня его, увы, нет. У меня тоже, Уормолду показалось, что он услышал металлический щелчок взводимого курка. Алмаз режет алмаз, подумал он и улыбнулся. Но улыбка также вредна в решающую минуту ненависти, как и в решающую минуту любви. Ему пришлось напомнить себя, как выглядел Гассельбахер, когда смотрел на него с пола в баре. Они не дали старику ни одного шанса спастись, а вот он дает их Картеру больше, чем надо. Он стал жалеть, что так много выпил. Подождите меня в баре, сказал Картер, только поскорее, мне надо одеться. Уормолд был рад, что в баре темно. Картер, наверное, созванивается со своими друзьями и назначает им свидание, но в баре им все же не удастся его пристрелить, прежде чем он их заметит. С улицы только один вход, и из гостиницы тоже, а к задней стене пристроено нечто вроде балкончика, в случае чего на перила можно опереть руку с пистолетом. Всякий человек, вошедший в бар, должен сперва привыкнуть к темноте. Уормолд это знает по себе. Когда он вошел, он не сразу мог разобрать, посетитель или двое, так тесно прижалась друг к другу парочка на диване возле выхода на улицу. Он сел на балкончике и заказал виски, но так до него и не дотронулся, следя за обеими дверьми. Наконец кто-то вошел, лица разглядеть он не мог, он узнал Картера по руке, похлопывавшей карман, где лежала трубка. Картер. Картер подошел. Ну, поехали, сказал Уормолд. Да пейте виски, я составлю вам компанию. Я и так слишком много выпил, мне надо на воздух, мы выпьем потом в каком-нибудь заведении. Но Картер сел. Расскажите, куда вы собираетесь меня везти? В публичный дом. Они тут все одинаковые, в каждом по десятку девиц, выбор небольшой, они устроят для вас парад. Вставайте, поехали. После полуночи там начнется давка. Картер сказал испуганно, я бы сперва хотел что-нибудь выпить. Нельзя смотреть на такие вещи, когда ты совсем трезвый. Вы кого-нибудь ждете? Нет, с чего вы взяли? Так мне показалось, вы все время поглядываете на дверь. Но я же вам говорил, что не знаю здесь ни души. Кроме мистера Брауна. Да, конечно, кроме доктора Брауна, но он не такой человек, которого поведешь в публичный дом, правда? Проходите, прошу вас, сказал Уормолд, пропуская его вперед. Картер нехотя двинулся к двери. Он явно искал повода, чтобы задержаться. Он сказал, подождите, я оставлю записочку партия, мне должны позвонить. Кто? Мистер Браун? Да, он все никак не решался выйти, ей-богу, невежливо и даже как-то грубо уходить, не дождавшись его звонка. Давайте посидим еще минут пять. Скажите партие, что в час ночи будете дома. Если, конечно, не войдете во вкус и не загуляете до утра, лучше все-таки подождать. Тогда я пошел один на вас к черту, я подумал, что вам хочется посмотреть город. Уормолд быстро вышел на улицу, его машина стояла напротив. Он ни разу не оглянулся, но слышал за спиной шаги. Картеру не хотелось упустить его, как ему не хотелось упустить Картера. Ну и горячий живый человек уормолд. Простите, я, когда выпью, почему-то злею. Надеюсь, вы не так пьяны, чтобы на кого-нибудь наехать. Пожалуй, будет лучше, если за руль сядете вы. Он подумал, тогда он не сможет держать руки в карманах. Первый поворот направо. Теперь налево Картер. Они выехали на набережную. Из гавани выходил узкий белый корабль. Какое-то туристское судно отправлялось в Кингстон или в Порт-О-Пренс. Им были видны влюбленные парочки. Перегнувшись через перила, они смотрели вниз на лунную дорожку. Оркестр играл еще не совсем вышедшую из моды «Я мог бы танцевать всю ночь». «Вот до чего же хочется домой», сказал Картер. «В Нотвич?» «Да». «В Нотвичи нет моря. Когда я был мальчишкой, прогулочные катера на реке мне казались такими же большими, как этот лайнер». «Убийца не имеет права чувствовать тоску по родине. Убийца должен быть бездушным, как машина. Вот и мне надо стать машиной», думал Ормолд, нащупывая в кармане носовой платок, которым он сотрет отпечатки пальцев, когда настанет время. «Но как его выбрать это время? В каком закоулке, в каком подъезде? А если тот выстрелит первый?» «Кто ваши друзья, Картер? Русские, немцы, американцы?» «Какие друзья?» И он добавил очень искренне. «У меня нет друзей». «Совсем нет друзей?» «Нет». Еще раз налево Картер, а потом направо. Они медленно ползли по узкой улочке. По обе ее стороны помещались ночные притоны. Из-под земли звучал оркестр, словно голос отца Гамлета, или музыка, которую часовые услышали под мостовой, когда бог Геркулес покинул Марк Антони. Двое служителей в левреях кубинских ночных кабаре наперебой зазывали их с тротуара напротив. Уормал сказал, «Давайте остановимся, мне позарез нужно выпить, прежде чем мы двинемся дальше». «Это публичный дом?» «Нет, публичный дом, мы поедем попозже». Он подумал, «Эх, если бы Картер снял руку с руля и схватился за пистолет, как бы мне тогда легко было в него выстрелить?» Картер спросил, «А вы это место знаете?» «Нет, но я знаю этот мотив. Странно, там играли, и мое безрассудство их просто бесит». Снаружи висели цветные фотографии голых девушек и светились неоновые слова на международном языке ночных кабаков «аттракцион с раздеванием». Ступеньки, полосатые, как дешевые пижамы, вели в погребок, где воздух был сизый от сигарного дыма. Что ж, место для казни подходящее не хуже любого другого, но сначала он должен выпить. Идите вперед, Картер». Картер не решался, он открыл рот и запнулся. Ормолд еще ни разу не слышал, чтобы он так долго не мог выговорить «Г». «Г-Г-Г-Г-Господи!» «В чем дело?» «Нет, ничего». Они сели за столик и стали смотреть, как раздеваются. Оба взяли коньяк с содовой. От столика к столику, постепенно разоблачаясь, переходила девушка. Сначала она сняла перчатки. Какой-то посетитель покорный взял, словно папку с входящими бумагами. Потом она повернулась спиной к Картеру и попросила его расстегнуть крючки на ее черном кружевном корсете. Картер неловко пыхтел над застежками, заливаясь краской, а девушка хохотала и поеживалась от прикосновения его пальцев. Он сказал, «Извините, но я никак не найду». Вокруг танцевальной площадки за столиками сидели мрачные посетители и наблюдали за Картером. Никто не улыбался. «Вам видно, в нотвече редко приходилось иметь с этим дело. Дайте я расстегну». «Отстаньте». Наконец он расстегнул корсет, девушка взъерошила его жидкие выгоревшие волосы и пошла дальше. Он пригладил волосы карманной щетчикой. «Мне здесь не нравится», сказал он. «Вы боитесь женщин, Картер? Разве можно застрелить человека, над которым так легко потешаться? «Терпеть не могу такую жеребятину», сказал Картер. Они поднялись по лестнице. Боковой карман у Картера сильно оттопыривался. Конечно, он мог положить туда и трубку. Картер снова сел за руль и стал ворчать. Тоже невидаль, шлюхи раздеваются. «Вы ей не очень-то помогли». Я искал, где у нее молния. А мне ужасно хотелось выпить. И коньяк, дрянной, не удивлюсь, если они к нему что-то подмешивают. Но у вашей виски было куда хуже, Картер. Он пытался разжечь свою злобу и не вспоминать, как этот бедняга неуклюже возился с корсетом и краснел от своей неловкости. «Что вы сказали?» «Остановите машину». «Зачем?» «Вы же хотели в публичный дом. Вот он». «Но вокруг нет ни души. Двери и ставни здесь всегда закрыты. Вылезайте и звоните». «А что вы сказали насчет виски?» «Да так, ничего. Вылезайте и звоните». Место было подходящее, ничуть не хуже погребка. Для этой цели, как известно, годится и глухая стена. Серый фасад и улица, куда люди заходили только с одной малопочтенной целью. Картер медленно выпростал ноги из-под руля, а Уормалт пристально следил за его руками, за его неловкими руками. «Это честный дуэль», — говорил он себе. «Картер куда больше привык убивать, чем я, да и шансы у нас равные. Я ведь даже не уверен, что мой пистолет заряжен. У него куда больше шансов спастись, чем было у Гассельбахера». Держась рукой за дверцу, Картер снова замешкался. Он сказал, «Может, разумнее отложить это на другой раз, говоря откровенно?» «Вы что, боитесь, Картер?» «Я никогда не бывал в таких местах. У Уормалт это глупо, но меня не очень тянет к женщинам». «Видно, тоскливая у вас жизнь». «Я могу обойтись и без них», — ответил он с вызовом. «У человека есть дела поважнее, чем гоняться за юбками». «Зачем же вы пошли в публичный дом?» И снова он удивил Уормалта своей откровенностью. «Мне иногда кажется, что я хочу, но когда доходит до...» Он был на грани признания и, наконец, решился. «У меня ничего не получается, Уормалт. Не могу сделать то, чего они от меня хотят. Вылезайте из машины». «Мне надо его застрелить», — думал Уормалт, до того, как он совсем разоткровенничается. «С каждым мигом он все больше превращается в человека, в такое же существо, как я сам, которое можно пожалеть и утешить, но нельзя убить. Кто знает, какие мотивы кроются за каждым актом насилия». Он вытащил пистолет Сигура. «Что это? Выходите». Картер прислонился к двери публичного дома. Лицо его выражало не страха, а угрюмое недовольство. Он боялся женщин, а не насилия. Он сказал, «Это вы зря. Виски дал мне Браун. Я человек подневольный. А мне наплевать на виски. Ведь это вы убили Гассельбахера». Он снова удивил у Ормолда своей правдивостью. В этом человеке была своеобразная честность. «Я выполнял приказ, Уормолд. Когда тебе г-г-г...» Он изловчился достать локтем звонок, прижал со спиной к двери, и теперь где-то в глубине дома звенел и звенел звонок, вызывая обитателей. «Мы не питаем к вам зла, Уормолд. Вы просто стали слишком опасны. Вот и все. Ведь мы с вами обыкновенные рядовые. И вы, и я...» «Я вам опасен». «Ну, какое же вы дурачье! У меня нет агентов, Картер!» «Ну, уж и не говорите о сооружении в горах. Мы раздобыли копии ваших чертежей. Это части пылесоса. Интересно, у кого они получили эти копии? У Лопеса, у курьера Гаторна или у человека из консульства?» Картер полез в карман, и Уормолд выстрелил. Картер громко взвизгнул. Он сказал, «Вы меня чуть не застрелили?» И вытащил руку, в которой была зажата разбитая трубка. «Мой Данхилл». Английская фирма, изготовляющая курительные трубки. «Вы сломали мой Данхилл». «По неопытности», — сказал Уормолд. Он решился на убийство, но выстрелить еще раз не мог. Дверь за спиной Картера начала отворяться. Все это стало похоже на пантомиму. «Там о вас позаботятся. Вам сейчас может пригодиться женщина». «Ах, вы шут гороховый!» «Ну, до чего же Картер прав?» Он положил пистолет на сиденье и пересел на место у руля. И вдруг он почувствовал радость. Ведь он чуть было не убил человека, а теперь он доказал себе, что судья из него все равно не выйдет. У него нет призвания к насилию. И тогда Картер выстрелил. Глава шестая. Он сказал Беатрисе, «Я нагнулся, чтобы включить мотор. Это меня и спасло. Он, конечно, имел право отстреливаться, ведь у нас была дуэль по всем правилам. Но третий выстрел остался за мной. А что было потом? Я успел отъехать, прежде чем меня стошнило. Стошнило? Если бы я побывал на войне, убийство, наверное, не показалось бы мне таким сложным делом. Бедный Картер. А чего вам его жалеть? Он был тоже человек. Я многое о нем узнал. Он не умел расстегнуть корсет, боялся женщин, любил свою трубку. И когда был мальчишкой, прогулочные катера на реке казались ему океанскими пароходами. Может, он был романтиком? Ведь романтик живет в постоянном страхе, что действительность не оправдает его ожиданий, верно? Все они ждут от жизни слишком многого. Ну а потом? Потом я стер с пистолет отпечатки пальцев и привез его домой. Сигура, конечно, заметит, что двух пуль не хватает, но он вряд ли захочет признаться, что эти пули выпущены из его пистолета. Ему трудно будет объяснить, как это случилось. Когда я вернулся, он еще спал. Страшно подумать, как у него сейчас болит голова. У меня она тоже раскалывается. Но я пытался вспомнить ваши уроки, когда фотографировал. Что вы фотографировали? У него был список иностранных агентов, которые он составил для начальника полицейского управления. Я его сфотографировал, а потом положил Сигуре обратно в карман. Я рад, что под конец послал хоть одно настоящее донесение. Вам надо было подождать меня? Не мог. Боялся, что он вот-вот проснется. Оказывается, микрофотографии дел очень хитрые. Господи, а зачем вам понадобилось сделать микрофотографию? Потому что ни одному курьеру в Кингстоне нельзя доверять. Хозяева Картера, кто они, я так и не выяснил, добыли копии моих чертежей. Стало быть, какой-то агент работает и на нас, и на них. Может, это тот контрабандист, который возит наркотики. Поэтому я снял микрофотографию, как вы меня учили, наклеил ее на оборотную сторону марки и послал по почте набор из 500 марк английских колоний. Словом, сделал все, что положено делать в экстренном случае. Надо протелеграфировать, на какую марку вы наклеили фото. Что значит, на какую марку? Неужели вы думаете, что они станут разглядывать все 500 марок в поисках одного черного пятнышка? Об этом я не подумал. Вот незадача. Но вы же знаете, на какую марку? В том-то и дело, что мне не пришло в голову посмотреть лицевую сторону. Там, по-моему, был Георг Пятый. Кажется, красный. А может, зеленый? Ну, тогда все ясно. А фамилии в списке вы запомнили? Нет. У меня не было времени его как следует прочесть. Да, в таких делах я, видно, полный болван, Беатриса. Неправда, болваны они. Интересно, кто первый даст о себе знать, доктор Браун или Сигура? Но это был ни тот, ни другой. На следующий день ровно в пять в магазине появился высокомерный чиновник из консульства. Чопорно, поглядывая на пылесосы, как негодующий турист на выставку предметов фаллического культа, он объявил Уормалду, что его желает видеть посол. Можно мне прийти завтра утром? Он писал последние донесения о смерти Картера и своей отставке. Нет, нельзя. Посол звонил из дому. Вам надо ехать сейчас. Я у него не служу, заявил Уормалд. Вы так думаете? Уормалд снова отправился в Ведада, где стояли белые особняки и росли бугенвиллея богачей. Сколько воды утекло с тех пор, как он здесь был у профессора Санчеса. Вот он проехал мимо его ворот. Какие скандалы разыгрываются за стенами этого кукольного дома. У него было такое чувство, будто у посла с беспокойством дожидались его прихода, а переднюю и лестницу старательно очистили от посторонних. На первом этаже какая-то женщина повернулась к нему спиной и быстро заперла за собой дверь. Наверное, это была жена посла. Двое детей украдкой выглянули из-за перил на втором этаже и убежали, стуча каблучками по кафельному полу. Дворецкий проводил его в пустую гостиную и осторожно притворил дверь. За высокими окнами расстилался длинный зеленый газон и росли стройные субтропические деревья. Даже оттуда кто-то спешил убежать, заметив его. Комната была похожа на все другие посольские гостиные, смесь массивной, доставшейся по наследству мебели и безделушек, собранных в странах, где хозяин прежде служил. Уормалду казалось, что он видит следы лет, проведенных в Тагеране, трубка необычной формы из розец, в Афинах, одна или две иконы, но его озадачила африканская маска. Откуда она? Может быть, из Монравии? Вошел посол, высокий, холодный человек, по галстуку видно было, что он бывший гвардеец. Людям такой породы тщетно подражал Гаторн. Он сказал, садитесь у Ормолд, вы курите? Нет, благодарю вас. Возьмите этот стул, вам будет удобнее. Ну что ж, давайте говорить прямо. Вам грозят неприятности. Понятно. Я, конечно, ничего, ровно ничего не знаю о том, чем вы здесь занимаетесь. Я продаю пылесосы, сэр. Посол взглянул на него с нескрываемым отвращением. Пылесосы? Я говорю не об этом. Он отвел глаза и посмотрел на персидскую трубку, на греческую икону, на маску из Либерии. Все это были страницы автобиографии, где для самоуспокоения описаны только счастливые дни. Он сказал, вчера утром меня посетил капитан Сигура. Имейте в виду, я не знаю, откуда полиция получила такие сведения, и меня это не касается. Но он сообщил мне, что вы посылали домой ложные донесения в целях дезинформации. Я не знаю, к кому вы их посылали, и это тоже меня не касается. Сигура уверяет, что вы получали деньги, делая вид, будто обладаете источниками, которых просто не существует. Я счел своим долгом тут же известить об этом Министерстве иностранных дел. По-видимому, вы получите распоряжение вернуться домой и отчитаться в своих действиях. Перед кем мне неизвестно, подобные вопросы не входят в мою компетенцию. Уормал заметил две детские головки, выглядывающие из-за высокого дерева. Он посмотрел на них, и они посмотрели на него, как ему показалось с сочувствием. Он сказал, да, сэр. Из беседы с капитаном Сигура я понял, что вы доставляете всем здесь много хлопот, и если вы откажете свернуться на родину, местные власти могут причинить вам очень большие неприятности, а учитывая все обстоятельства дела, я ничем не сумею вам помочь. Ровно ничем. Капитан Сигура подозревает, что вы подделали какой-то документ, который, как вы заявили, был взят у него. Вся эта комедия у Ормолд мне глубоко противна. Я даже выразить не могу, до чего она мне противна. Законным источником информации за границей являются посольства. Для этой цели существует атташе. Вся ваша так называемая разведка доставляет послу одни неприятности. «Да, сэр. Не знаю, известно ли вам, мы постарались скрыть это от прессы, но позавчерашней ночью тут застрелили одного англичанина. Капитан Сигура намекнул, что он был связан с вами. Я встретился с ним один раз за обедом. Вам лучше вернуться на родину, Ормолд, первым же самолетом. Чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше для меня и обсудить все с вашим начальством, кто бы оно там ни было. Да, сэр. Самолет голландской авиалинии должен был вылететь в 3.30 утра на Амстердам через Монреаль. Уормолду не хотелось лететь через Кингстон, где Гаторну могли поручить его встретить. Дав последнюю телеграмму, он закрыл контору. Руди и его чемодан должны были отправиться на Ямайку. Шифровальные книги сожгли с помощью Цивлойда. Беатрисе надо было лететь вместе с Руди. Пылесосы были оставлены на попечении Лопеса. Имущество, которым он дорожил, Уормолд упаковал в сундук, который пойдет морем. Лошадь продали капитану Сигуре. Беатриса помогала ему складывать вещи. Сверху в сундук положили статуэтку святой Серафины. Милли, Милли, говорил, не совсем так. В доме осталась куча мусора, который решили сжечь, хоть там не было ничего секретного. Беатриса сказала, Боже мой, сколько у вас сохранилось ее фотографий. Мне казалось, разорвать фотографию это все равно, что кого-нибудь убить. Теперь я знаю, это совсем не одно и то же. А что это за красная коробочка? Она мне подарила запонки, их украли, а коробочку я спрятал. Сам не знаю, почему. В общем, я даже рад, что весь этот хлам надо выбросить. Конец жизни? Двух жизней. А это что? Старая программка. Не такая уж старая, тропикана. Можно мне ее взять? Вам еще рано хранить реликвии, сказал Ормолд. Их набираешь на своем веку слишком много, а потом из-за всего этого мусора тебе негде жить. Ладно, рискну. Тот вечер был какой-то удивительный. Милли и Ормолд проводили ее в аэропорт. Руди как-то незаметно исчез, сопровождая носильщика, который вылочил его огромный чемодан. День был жаркий, и публика стоя пила дайквери. Едва капитан Сигура сделал Милли предложение, как ее дуэнни куда-то пропало, но ребенок, который поджег Томаса Эрла Паркмена младшего, так и не вернулся, как не мечтал об этом у Ормолд. Казалось, что Милли переросла обе крайности своего характера. Она объявила тактично, как взрослые. Пойду куплю Беатрисе на дорогу каких-нибудь журналов. И, отойдя к книжному киоску, повернулась к ним спиной. Простите меня, сказал Уормолд, когда я вернусь, Интересно, куда вас теперь пошлют? Наверное, к Персидскому заливу, в Басару. Почему к Персидскому заливу? Так они себе представляют чистилище, искупление грехов потом и слезами. А у вашей фирмы нет представителя в Басаре? Боюсь, что моя фирма не захочет больше меня держать. Что же вы будете делать? Спасибо бедняги Рауля, у меня хватит денег, чтобы отправить Милли на год в Швейцарию, а потом, ей-богу, не знаю. Вы могли бы открыть лавочку, где продают все эти штуки для розыгрыша. Ну, знаете, окровавленные пальцы, чернильные пятна, муху на куске сахара. Господи, до чего ужасны все эти проводы. Ступайте домой, не надо вам дожидаться от лета. Когда я вас увижу? Постараюсь не поехать в Басару, постараюсь остаться в секретариате с Анжеликой Этели, мисс Дженкинсон. Если повезет, буду кончать в шесть, и мы сможем встретиться в угловом ресторане, наскоро что-нибудь перекусить и пойти в кино. Какая унылая жизнь, правда? Вроде ЮНЕСКО или съезда писателей. Тут с вами мне было весело. Это правда? Ну, а теперь уходите. Он подошел к книжному киоску, где стояла Милли. Идем, сказал он. А как же Беатриса? Ведь я не отдала ей журналы. Ей не нужны журналы. И я с ней не попрощалась. Поздно. У нее уже проверили паспорт. Увидишь ее в Лондоне? Надеюсь. Казалось, что весь остаток жизни они проведут на аэродромах. На этот раз отлетал самолет голландской авиакомпании. Было три часа утра. Небо разовело, отражая неоновые лампы киосков и посадочные огни. А проводы им устраивал капитан Сигура. Он всячески старался скрыть, что его миссии носят официальный характер и вел себя по-домашнему, но все равно их отъезд был похож на высылку. Сигура сказал с укором, вы сами меня вынудили. Ваши методы куда человечнее, чем у Картера или у доктора Брауна. Кстати, что вы собираетесь сделать с Брауном? Он решил, что ему необходимо вернуться в Швейцарию по делам, связанным с точным инструментом. А куда он взял билет? Не знаю. Кто бы они там ни были, они очень довольны, что раздобыли ваши чертежи. Мои чертежи? Да, чертежи, сооружения и варианты. Доктор Браун сможет похвастаться еще и тем, что избавился от опасного агента. От кого? От меня? Да. На Кубе будет спокойнее без вас обоих, но мне жалко расставаться с Милли. Милли все равно не вышла бы за вас замуж. Ей не нравится портсигар из человеческой кожи. Вам когда-нибудь говорили, чья это кожа? Нет. полицейского, который замучил насмерть моего отца. Видите ли, мой отец был бедняком, он принадлежал к классу пытаемых. Подошла Милли, нагруженная журналами Time, Life, Parimatch и Quick. Был уже четверть четвертого и небо над взлетной дорожкой посерело, забрежил призрачный рассвет. Летчики направились к самолету, за ними прошла стюардесса. Он знал всех троих в лицо. Несколько недель назад они сидели с Беатрисой за столиком в Тропикане. Громкоговоритель известил по-английски и по-испански об отлете самолета номер 396 на Монреаль и Амстердам. Вот вам на память, сказал Сигура. Он дал им по-маленькому свертку. Они развернули свои подарки, когда самолет еще летел над Гаванной. Цепочка огней Приморского бульвара ушла в сторону и скрылась из виду. Море опустилось как занавес над их прошлым. В свертке у Ормалда была бутылочка опоры Гранта и пуля, выпущенная из полицейского пистолета. У Милли маленькая серебряная подковка с ее инициалами. А почему он подарил тебе пулю? спросила она. Шутка и не очень остроумная и все же он не такой уж плохой человек, сказал Ормалд. Но совсем не годится у мужья, ответила повзрослевшая Милли. Эпилог Эпилог в Лондоне Когда он назвал свое имя на него посмотрели с любопытством а потом посадили в лифт и повезли к его удивлению не вверх а вниз. Теперь он сидел в длинном подземном коридоре и смотрел на красную лампочку горевшую над дверью. Ему сказали, что он может войти когда загорится зеленый свет и не минуты раньше. Люди не обращавшие внимания на лампочку входили и выходили одни держали папки с бумагами другие портфели какой-то человек был в форме полковника никто не смотрел на него он чувствовал что почему-то их стесняет они старались отвернуться как отворачиваются от калеки но наверное дело тут было не в его хромоте по коридору от лифта прошел Гаторн костюм его был помят будто он спал не раздеваясь видно прилетел ночным самолетом с Ямайки Гаторн тоже не взглянул бы на Уормолда если бы тот его не окликнул эй Гаторн ах это вы Уормолд Беатриса долетела бы выкополучно конечно а где она понятия не имею что здесь происходит можно подумать что военно-полевой суд а тут и в самом деле идет военно-полевой суд Гаторн сказал это ледяным тоном и прошел в дверь над которой горела лампочка часы показывали одиннадцать двадцать пять а вызвали Уормолда на одиннадцать он раздумывал могут ли они что-нибудь с ним сделать кроме того что выгонят впрочем они уже и так его выгнали это бесспорно сейчас они вероятно решают его судьбу им вряд ли удастся подвести его под закон о разглашении государственной тайны он выдумывал тайны а не разглашал их конечно они могут помешать ему получить работу за границей а службу в Англии человеку в его годы не так-то легко найти но зато он и не подумает возвращать им деньги деньги нужны мили ему теперь казалось что он честно заработал эти деньги став мишенью для Картера и для его пули и для его яда в 11.35 из комнаты вышел полковник и быстро зашагал к лифту вид у него был разгоряченный и сердитый вот идет судья вешатель подумал Уормолд вслед за ним появился человек в грубошерстном пиджаке у него были глубоко запавшие голубые глаза несмотря на штатский костюм было ясно что он моряк взгляд его ненароком скользнул по Уормолду но он быстро отвел глаза видно был человек порядочный он крикнул обождите полковник и пошел по коридору с небольшой раскачкой словно опять был у себя на мостике в штормовую погоду за ним вышел Гатторн разговаривая с каким-то очень молодым человеком а потом у Уормолда вдруг перехватило дух потому что загорелся зеленый свет и перед ним оказалась Беатриса вам надо туда сказала она а какой мне вынесли приговор не могу сейчас с вами разговаривать где вы остановились он назвал гостиницу я приду к вам шесть если смогу меня расстреляют на рассвете не волнуйтесь идите он не любит когда его заставляют ждать а что а что будет с вами Джакарта где это на краю света дальше чем Басра ну идите же идите за столом в полном одиночестве сидел человек с черным моноклем в глазу он сказал садитесь у урмолд нет лучше я постою это цитата правда какая цитата я отлично помню что слышал эту фразу в какой-то пьесе на любительском спектакле много лет назад урмолд сел он сказал вы не имеете права посылать ее в Джакарту кого Беатрису кто это такая ах ваша секретарша терпеть не могу нашу манеру называть всех по именам по этому вопросу вам надо обратиться к мисс Дженкинсон слава богу она ведает секретариатом а не я Беатриса ни в чем не виновата ни в чем послушайте урмолд мы решили ликвидировать вашу резидентуру но тут встал вопрос что нам делать с вами ну вот держись судя по лицу полковника одного из судей ни на что хорошее рассчитывать не приходится шеф вынул монокль и урмолд был поражен младенческой голубизной его глаза шеф сказал мы решили что самое лучшее для вас в данное время это остаться в Англии на преподавательской работе читать лекции о том как руководить агентурой за границей и тому подобное казалось что ему надо проглотить что-то очень горькое он добавил само собой разумеется у нас это принято когда наш человек уходит с заграничной работы мы представим вас к ордену думаю что для вас вы ведь работали недолго можно хлопотать только о КБИ третьей степени КБИ кавалер ордена британской империи они чинно поздоровались затерянной среди зеленых стульев в гостиной недорогого отеля под названием Пен Деннис где-то возле Гауэр стрит боюсь что не смогу раздобыть вам чего-нибудь выпить сказал он это гостиница общество трезвости как вы сюда попали я останавливался здесь в детстве когда приезжал с родителями трезвость меня тогда не угнетала Беатриса что происходит они что совсем одурели да одурили от ярости на нас обоих они считают что я должна была сразу вас раскусить шеф созвал целые совещания там были все его офицеры связи и от военного министерства и от адмиралтейства и от военно-воздушных сил перед ними лежали все ваши донесения и они обсуждали их одно за другим просачивание коммунистов в правительственные органы их мало тронуло они с легким сердцем послали опровержение в министерство иностранных дел да и ваши доклады по экономическим вопросам тоже они сразу согласились что их надо просто дезавуировать это ведь касается только торговой палаты все сидели спокойно пока речь не зашла о военных делах там было донесение относительно беспорядков на флоте и другое о заправочных базах для подводных лодок вот тут капитан заявил ну в этих донесениях должна быть доля правды я тогда сказала взгляните на источник он же не существует но вы представьте какими мы будем выглядеть болванами сказал капитан морская разведка с ума сойдет от ярости однако все это были только цветочки по сравнению с тем что началось когда дело дошло до риэнде неужели они приняли эти чертежи всерьез вот когда они напустились на бедного генри мне ужасно не нравится что вы зовете его генри он во-первых скрыл от них то что вы продаете пылесосы и выдал вас за какого-то торгового магната но шеф не поддержал этого обвинения он почему-то был очень смущен а генри то есть гаторн вытащил ваше досье и там оказывается была написана правда но конечно эта папка ни разу не вышла из стен секретариата мисс Дженкинсон потом гаторна обвиняли в том что увидев чертежи он не узнал пылесоса он ответил что узнал его сразу но не понимает почему принцип устройства пылесоса не может быть использован в каком-нибудь новом виде оружия после этого они прямо взвыли требуя вашей крови все кроме шефа мне иногда казалось что он понимает комическую сторону дела он им сказал теперь наша задача совершенно ясна мы должны известить адмиралтейство военное министерство и министерство воздушного флота о том что все донесения из Гаваны за последние полгода были абсолютно ложными и после всего этого они предложили мне работу ничего удивительного капитан рухнул первый на море видно привыкаешь смотреть вдаль он сказал что в глазах адмиралтейства репутация секретной службы будет окончательно погублены отныне они будут полагаться только на морскую разведку тогда и полковник сказал если я расскажу эту историю в военном министерстве нам останется закрыть лавочку положение казалось безвыходным но тут шеф заявил что на его взгляд проще всего разослать еще одно донесение 59200 дробь 5 что мол сооружения себя не оправдали а потому их снесли куда сложнее было решить вашу судьбу шеф считает что вы приобрели ценный опыт который лучше сохранить для секретной службы чем придать гласности через прессу за последнее время и так слишком много людей опубликовало свои мемуары о секретной службе кто-то напомнил о законе карающем разглашение государственной тайны но шеф усомнился можно ли подвести ваше дело под этот закон надо было видеть их лица когда выяснилось что жертва ушла у них из-под носа тут они конечно набросились на меня но я не дала этой шайке меня допрашивать я сама выложила им все на чистоту что вы им сказали я сказала что если бы я и знала правду то и тогда не стала бы вам мешать сказала что вы действовали из самых лучших побуждений а не ради того что кто-то ждет глобальной войны которая может и не произойти этот болван наряженный полковником заикнулся было о нашей родине а я сказала что вы подразумеваете под словом родина флаг который кто-то выдумал 200 лет назад епископский суд и тяжба о разводе палату общим где стараются перекричать друг друга или же БКТ британский конгресс средъюнионов управление английских железных дорог и кооперативы вы это наверное думаете что ваша родина это ваш полк если вообще даете себе труд подумать но у нас с ним нет полка ни у него ни у меня они пытались меня прервать но тогда я сказал ах простите совсем забыла вы уверяете будто на свете есть нечто более высокое чем родина вы внушаете нам это всеми вашими лигами наций атлантическими пактами НАТО ООН СЕАТО Североатлантический союз и организации стран Юго-Восточной Азии но они значат для нас не более чем всякое другое сочетание букв и мы вам уже не верим когда вы кричите что вам нужны мир свобода и справедливость какая там свобода вы думаете только о своей карьере я сказала что сочувствую тем французским офицерам которые в 1940 году предпочли забыть о своей карьере а не о своих семьях родина это куда больше семья чем парламентская система господи неужели вы все это им сказали да я произнесла целую речь и вы на самом деле так думаете не совсем они постарались разрушить нашу веру до основания даже веру в безверие я уже не могу верить ни во что большее чем мой дом ни во что более абстрактное чем человек любой человек она быстро отошла от него ничего не ответив и он понял что она договорилась до слез 10 лет 10 лет назад он бросился бы за ней но вместе с возрастом приходит невеселая рассудительность он следил как она уходит от него по этой уродливой гостиной заставленной из желто-зелеными стульями и раздумывал дорогой это просто манера разговаривать между нами 14 лет разницы а главное мили нельзя совершать поступки которые могут возмутить ребенка или подорвать его веру даже если ты ее не разделяешь он догнал Беатрису у самой двери и сказал я прочитал о Джакарте во всех справочниках вам нельзя туда ехать это страшное место у меня нет выбора я пыталась остаться в секретариате вам хотелось остаться мы могли бы иногда встречаться у ресторанчика на углу и ходить в кино какая унылая жизнь вы же сами так говорили но вы бы делили ее со мной я на 14 лет старше вас Беатриса наплевать мне на эти 14 лет я знаю что вас тревожит дело не в возрасте а в миле ей пора понять что отец тоже человек она как-то сказала что мне нельзя вас любить нет нужно я не могу любить вроде одностороннего движения транспорта вам нелегко будет ей признаться может и вам через несколько лет нелегко будет со мной жить она сказала дорогой вы мой не надо об этом думать во второй раз вас не бросят когда они целовались вошла Милли помогая тащить какой-то старушке большую корзину с рукоделием вид у нее был самый праведный она верно решила временно посвятить себя добрым делам старушка заметила их первая крепко вцепилась Милли в руку пойдем отсюда детка сказала она вот придумали да еще у всех на виду ничего сказала Милли это мой папа звук ее голоса заставил их отодвинуться друг от друга старушка спросила а это ваша мама нет его секретарша отдайте мне мою корзинку с негодованием воскликнула старушка ну вот сказала Беатриса дело сделано Орнольд пробормотал мне очень неприятно Милли ах ерунда заявила Милли пора ей узнать что такое жизнь да я не о ней я знаю что ты не можешь считать это настоящим браком я рада что ты женишься в Гаване я думала что у вас просто роман в конце концов разница тут небольшая ведь вы оба люди женаты но все же так приличнее папа ты не знаешь где здесь манеж кажется в Найтсбридже но сейчас он закрыт я просто хочу разузнать дорогу ты правда не ограничена язычники могут поступать как им хочется а вы ведь язычники счастливые я вернусь к обеду видите сказала Беатриса вот и все обошлось да здорово я ее уломал а кое на что я все таки способен да кстати мои сведения о вражеских агентах их наверно обрадовали не очень понимаете дорогой лаборатория полтора часа занималась тем что обрабатывала ваши марки одну за другой отысковые черные пятнышка если не ошибаюсь его нашли на 482 марки но когда они попытались его увеличить там ничего не оказалось вы либо взяли слишком большую выдержку либо повернули микроскоп не тем концом и они все же дают мне кабы да и службу сомневаюсь чтобы вы долго на ней удержались а я и не собираюсь Беатриса когда вам первый раз показалось она положила руку ему на плечо и он стал покорно передвигать ногами в этом лесу из желто-зеленых стульев а она запела чуть-чуть фальшиве так словно ей долго пришлось бежать прежде чем она его догнала почтенные люди живут вокруг они все осмыслят отмерят взвесят они утверждают что круг это круг и мое безрассудство их просто бесит они твердят что пень это пень что на небе луна на дереве листья а на что мы будем жить спросил Уормлд как-нибудь вдвоем перебьемся но нас ведь трое сказал Уормлд и она поняла что труднее всего им будет потому что он недостаточно безрассуден конец книги читал Миронов День 9